Бег на повороте также имел свои трудности. Бегун в высокоскоростном повороте преодолевал центростремительную силу и обязан был следить за положением тела. Помимо этого, спортсмены осваивали технику бега по внутреннему краю полосы на повороте. Длина поворота составляет 100 метров, что делает расстояние вдоль внутреннего края полосы на 3-7 метра короче расстояние внешнего края. Если бы спортсмены могли закончить спринт на 200 метров менее чем за 20 секунд, 3-7 метра означали бы 0-0-37 секунды. Из-за этого зрители всегда видят спортсменов, пытающихся бежать по левой стороне полосы во время поворота, чтобы сэкономить эти 0-0-3 секунды. Согласно правилам, заступ за линию считался фолом, и нарушителю грозила дисквалификация. Спринтеры не всегда могут во время бега смотреть вниз, поэтому нуждаются в серьезной подготовке для того, чтобы работать в пределах полосы, сохраняя оптимальную длину шага и темп, не выходя за черту. Как правило, спортсменам требовалось не менее полугода, чтобы освоить такую технику. Кроме того, переход между поворотом и прямой был еще одним сложным аспектом 200-метрового спринта. После 100 метров бега на повороте тела спортсменов сохраняли вектор движения. Как только они входили напрямую, первое, что им нужно было сделать, это изменить направление, чтобы бежать по прямой. В то же время спринтерам необходимо было сохранять свою скорость во время перехода. В этот момент даже отличные бегуны ускорялись. Переход между поворотом и прямой мог привести к разрыву на десятую долю секунды. Из-за этого спортсмены тратили несколько месяцев на тренировку, чтобы оптимизировать свою технику и устранить этот пробел. Сочетание указанных факторов приводило к тому, что редко кто был способен освоить все тонкости такого бега, поэтому и соревнований здесь проводилось меньше. Для большинства спортсменов соотношение цена награда у спринта на 200 метров было не в их пользу. Тем не менее, Дайли считал, что Юэджа смог бы осилить эту дисциплину в своем нынешнем состоянии. Когда Юэджа числился в сборной, то специализировался в стометровом спринте и немного тренировался на дистанции 200 метров, так что имел кое-какую базу, и ему не понадобилось бы много времени, чтобы начать практиковать техники поворота. Если Юэджа в своем возрасте продолжит бегать на 100 метров, то вряд ли чего-то добьется слишком уж много молодых талантливых спортсменов. По сравнению с такими гениями, как Сидзиян, у Юэджа не было шансов. Однако спринт на 200 метров был совсем другим. Молодым спортсменам требовалось не менее 2-3 лет тренировок для освоения техники поворота. Как спортсмен постарше, Юэджа имел в своем арсенале неплохой запас навыков, и ему нужно было лишь немного времени и усилий, чтобы стать спринтером на 200 метров. Что еще более важно, с помощью детектора Дайли обнаружил преимущество таланта Юэджа на 200-метровой дистанции вместо в на 100-метровке. Это означало, что Юэджа обладал отличными способностями контролировать тело, и он, скорее всего, был хорош на повороте. Дайли не нашел спортсмена в сборной, чей талант в спринте на 200 метров поднялся бы до уровня Поэтому Дайли предложил Лисюи позволить Юэджа начать подготовку к бегу на 200 метров. Дайли считал, что если Юэджа сможет воспользоваться этой возможностью, то наверняка снова окажется в сборной. Правда, Лисюи не был столь оптимистичен насчет Юэджа. Юэджа исполнилось уже 26 лет, что стало поводом для сомнений тренера. После нескольких минут размышлений Лисюи сказал, через два месяца начнутся сборы для азиатских игр. Многие спортсмены примут участие. В конце концов, на азиатские игры смогут отправиться только 5-6 человек от нас. Сможет ли Юэджа воспользоваться этим шансом и пройти отбор, зависит от него. Дайли вздохнул с облегчением. Он был рад, что сможет помочь Юэджа вернуться в сборную. Лисюи продолжил. Ты тоже обязан посетить этот тренировочный лагерь. Ты же ведь давно не был дома. Через несколько дней я дам тебе отгул, и ты сможешь навестить родных. Как только вернешься обратно, следуй за мной и готовься к азиатским играм. Мы являемся принимающей страной в этом году, поэтому должны завоевать хотя бы одну медаль в спринтерских соревнованиях. Глава 190. Решение родителей. В одной из учебных аудиторий университета Наньду Юэджа сосредоточенно выполнял домашнее задание. Безызе, безызе, безызе. Его сотовый начал вибрировать. Юэджа взглянул экран и увидел, что это звонил Дайли. Он немедленно вышел из аудитории со своим мобильным телефоном, затем ответил. Здравствуй, тренер ли? Чем обязан? Хочу сообщить тебе хорошие новости. Сборная планирует допустить тебя на сборы к азиатским играм. Дайли добавил. Но ты будешь специализироваться в беге на 200 метров. Я допущен сборной? Юэджа был удивлен. Он не ожидал, что национальная команда все еще захочет видеть его в своем составе, когда ему уже 26. Ты удивлен, не так ли? Дайли улыбнулся. Боюсь, что ты не получишь возможности участвовать в спринте на 100 метров. Если хочешь остаться в сборной, тебе придется специализироваться на 200-метровой дистанции. Понял. Юэджа также знал, что 26-летний спортсмен не имел никакого преимущества в спринте на 100 метров. У него не было никаких шансов против молодых. Он вполне мог бы сосредоточиться на 200-метровом спринте. С его техникой и опытом, возможно, он мог бы остаться в сборной. Но в следующую секунду в голове Юэджа появилась мысль о родителях. Они больше не хотели, чтобы он был спортсменом. Тренер ли? Спасибо тебе. Но я больше не могу быть спортсменом. Я хочу усердно учиться, получить степень магистра и найти стабильную работу, ответил Юэджа. Ты собираешься сдаться? Дайли был порядком удивлен. Он помог Юэджа получить такую хорошую возможность, и было это нелегко, но он не ожидал, что Юэджа захочет отказаться. Тебе было трудно оправиться от болезни и вернуться на дорожку. Почему ты хочешь отказаться? Потому что уже не молод? Нетерпеливо спросил Дайли. Не из-за возраста, а потому что Юэджа колебался, а затем наконец сказал. Мои родители не хотят, чтобы я продолжал карьеру спортсмена. Их беспокойство все еще связано с ошибочным диагнозом. Верно? Дайли глубоко вздохнул. Мои родители стареют, они уже не смогут принять второй удар. Медленно проговорил Юэджа. А что насчет тебя? Ты готов сдаться сейчас? Помню, ты сказал, что много страдал в Соединенных Штатах только из-за лечения ног. Зачем? Разве не для того, чтобы вернуться на дорожку? Не для того, чтобы удлинить свою профессиональную карьеру? Если ты сдашься сейчас, все трудности, которые ты пережил, и твое упорство будут напрасны. Верно? Дайли пытался убедить Юэджа. Юэджа с сожалением сказал. Ты прав. Я хочу продолжить спортивную карьеру. Однако люди не могут жить только для себя. Мои родители вырастили меня и многим пожертвовали. Я больше не хочу заставлять их волноваться. Но это твоя единственная возможность. Более того, это сборы к азиатским играм. Это шанс, неспосланный тебе с небес. Это возможность, которую многие спортсмены с нетерпением ждут всю свою жизнь. Ты действительно хочешь упустить ее? Быстро спросил Дайли. Я. Я не знаю. Я реально не знаю. Юэджа ответил с горечью. Тренер ли? Пожалуйста. Оставь меня в покое. Просто оставь меня в покое. Хорошо? Дайли почувствовал борьбу, происходящую в сердце Юэджа. Юэджа было сложно принять решение. Ладно. Думаю, уведомление о тренировочном лагере для азиатских игр отправит в университет на Ньду в следующем месяце. Приедешь ты или нет, решать тебе. По телевизору показывали довольно популярное реалити-шоу. Отец Юэджа сидел перед телевизором и наслаждался программой. Подними ноги, приказала мама Юэджа. Отец немедленно подчинился. Швабра в руках матушки быстро проскользнула под его ногами. Джа, думаешь, что-то не так с нашим мальчиком в эти дни? Спросила мама Юэджа, когда мыло пол. Да, с ним что-то не так. Он сильно загрустил. Отец вздохнул. Я считаю, приближается экзамен, и все из-за учебы. Не волнуйся, наш сын вырос, с ним все будет хорошо. Ты прав. Наш сын уже не маленький ребенок. Пришло время найти ему девушку, произнесла мама Юэджа, когда вошла в другую комнату с шваброй. Однако сейчас мы не в том состоянии. У нас нет квартиры, у нас нет денег, и мы погрязли в долгах. Ни одна девушка не захочет стать его женой, с сожалением сказал отец Юэджа. После мама Юэджа внезапно сказала. Джа, иди сюда и посмотри на это. Отец Юэджа встал и подошел к маме Юэджа. На столе в комнате Юэджа лежало уведомление, которое отправила сборная, предлагая Юэджа возможность посетить тренировочный лагерь для подготовки к азиатским играм. Я нашла это, когда убирала стол маленького Юэ, сказала мама. Джа, наш сын говорил тебе об этом тренировочном лагере для азиатских игр. Отец покачал головой. Нет, он тебе тоже не сказал. Теперь я знаю, почему он последние несколько дней так подавлен. Это и есть причина. Мы не можем его отпустить. Что мы будем делать, если он снова заболеет? Твердо сказала мама Юэджа. Отец не проронил ни слова. После минутного молчания он начал говорить. Эти последние пару дней я задавался вопросом, правильным ли было наше решение помешать нашему сыну продолжить свою спортивную карьеру? Конечно, правильным, ответила мама Юэджа. Спортивная карьера нашего сына принесла ему рак. Его ногу чуть не ампутировали. Почему мы должны позволить ему продолжать? Но мне кажется, что маленький Юэджа несчастлив. Глядя на уведомления на столе, отец продолжил. Маленький Юэджа определенно хочет посетить этот тренировочный лагерь, но он еще не сказал нам. Наш сын очень благоразумный. Он знает, что мы будем против. Они оба молчали. В последнее время улыбка Юэджа стала редкостью. Юэджа был особенно подавлен последние два дня, и родители не могли этого не почувствовать. Я считаю, мы приняли неправильное решение, внезапно сказал отец. После обеда Юэджа задержался в аудитории на два часа, прежде чем вернуться домой. Мам, пап, я вернулся. Юэджа зашел в дом и обнаружил, что его родители, казалось, ждут его для серьезного разговора. В следующую секунду он увидел на столе уведомление о зачислении в тренировочный лагерь азиатских игр. Мам, пап, это Юэджа почувствовал, будто его поймали с поличным. На секунду он растерялся. Это уведомление. Я не собираюсь туда. Юэджа выдавил из себя против своей воли. Мама начала первой. Если хочешь посетить тренировочный лагерь для подготовки к азиатским играм, то иди. Мам, что ты только что сказала? Юэджа не мог поверить своим ушам. Мама всегда выступала против его желания продолжить спортивную карьеру. Мы с мамой знаем, что ты не желаешь сдаваться после стольких лет тренировок. Ты хочешь вернуться в сборную. Просто езжай в этот тренировочный лагерь. Работай усердно и постарайся принять участие на азиатских играх, сказал отец. Почему Юэджа не понимал, что происходит? Разве не ты всегда говорил мне, что я не должен продолжать свою спортивную карьеру? Глупый мальчик, мы не хотим, чтобы ты был спортсменом, потому что боимся, что ты снова получишь болячку во время тренировок. Но мы прежде всего желаем, чтобы ты был счастлив. Искренне ответила мама. Сынок, твоя мама и я знаем, что азиатские игры проводятся только раз в 4 года. Сборы туда редкая возможность, и мы не хотим, чтобы ты пожалел, что не поехал. Иди, на этот раз твои родители на твоей стороне. Глава 191. Сначала преподам тебе урок. Перед соревнованиями сборная всегда проводила сборы. В начале этого мероприятия набирали побольше спортсменов и тренеров. Сборы проходили в несколько этапов. По мере развития событий после завершения каждой ступени вылетало огромное количество людей. Только несколько человек должны были остаться в команде, чтобы представлять сборную на азиатских играх. Для каждой дисциплины планировалось набрать от одного до трех участников. Дайли оказался здесь не единственным тренером из команды провинции Ханби. Вместе с ним был еще один специалист. Для участия в сборах также вызвали двух спортсменов. Лисю и держал в руках список имен. Он вводил Дайли в курс дела. На первом этапе нашей подготовки специалисты сборной отвечают за общие тренировочные планы, а тренеры провинциальных команд решают повседневные задачи. В принципе, наставники работают в паре со спортсменами, которых они знают. Из двух спортсменов Ханби один – бегун на средней дистанции, а другой – метатель диска. Ни один не имеет отношения к твоей специальности. Однако у меня есть еще двое для тебя. Первый – Юэй Джаа. Ты рекомендовал его, поэтому отвечаешь за его обучение. Справишься? А как же? Немедленно ответил Дайли. Кроме того, Сидзиян и Гахунни – тоже твои ученики. Я подумал и решил. Гахунни остается тебе. Что же касается талантливого Сидзияна, сына-академика, то я сам о нем позабочусь, сказал Лисю. Сидзиян был гением и, безусловно, сборная должна была уделить ему особое внимание. Лисю и боялся растрачивать талант Сидзияна впустую, поэтому он принял решение тренировать Яна сам. Лисю и продолжил. С Гахунни все ясно. Перед тобой цель – помочь ему стать альтернативой или запасным спортсменом для этих азиатских игр. Я выложусь по полной, кивнул Дайли. Он знал, что будет не так уж и легко это сделать. Гахунни обладал хорошим талантом и способностями, но ему нужно было приложить еще больше усилий, если он хотел представлять сборную на азиатских играх. Только трех участников допустят к спринту на 100 метров, а в сборной и без того куча талантов. Каждый будет стараться изо всех сил, чтобы его взяли. Гахунни не так давно приняли в сборную. По сравнению с лучшими спортсменами в команде он не имел никаких преимуществ. Для него практически невозможным было пройти отбор в основной состав участников, а еще сложнее – стать заменой. Что касается Юичжа, Лисю и сделал паузу, а затем добавил. Я не дам тебе никакой конкретной цели. Юичжа специализируется в беге на 200 метров. Он опытный спортсмен и имеет некоторые знания в этой дисциплине. Надеюсь, он сумеет выделиться из толпы. Дайли мог сказать, что Лисю и не очень-то сильно верил в Юичжа. На самом деле, никто из тренеров сборной не давал ему высоких оценок. Многие были уверены, что в такой жестокой обстановке, как тренировочный лагерь, Юичжа наверняка выгонит. Едва ли он пройдет первый этап. Сборы на азиатские игры стартовали. В лагере Дайли встретил двух старых друзей – Фэйсяньлина и Хайцуаньфана. Способности Фэйсяньлина были на приличном уровне. Несмотря на то, что он не был способен больше побить еще один мировой рекорд, он сохранил потенциал, присущий чемпиону мира. На последних азиатских играх Фэйсяньлин легко выиграл забег на 110 метров с барьерами. На этот раз он готовился завоевать еще одну золотую медаль. Как и Хайцуаньфан, он остался в тренировочном центре Бекау для дальнейшего обучения. Теперь Хайцуаньфан стал сильнее и техничнее. Он считался козырной картой сборной. Принять участие в таких сборах – редкая возможность для спортсмена. Несмотря на то, что большинство приглашенных вряд ли останутся до конца, их способности гарантированно получат большой рывок в развитии. Почему Дайли мой тренер? Юэчжа уставился на списке, вздыхая с разочарованием. Как спортсмен, он хотел, чтобы его подготовкой занялся специалист более высокого уровня. Более того, поскольку он не был новичком в сборной, он знал, кто здесь хорошо тренирует. Дайли казался слишком молодым. Этот факт разочаровал Юэчжа. Дайли был почти его ровесником, а значит, в лучшем случае обладал тем же опытом, что и сам спортсмен. Возможно, Дайли даже уступал Юэчжа. Под таким руководством спринтер вряд ли смог бы научиться многому. И все-таки Юэчжа попал на сборы благодаря рекомендации Дайли. Поэтому спортсмен проявил уважение к будущему наставнику. В первый же день тренировок Юэчжа перестал думать о Дайли свысока. Юэчжа, твой последний забег выявил много слабых мест. Вот основные, и Дайли озвучил косяки в технике Юэчжа, спокойно и с уверенностью. Юэчжа слушал небрежно, но лицо его постепенно становилось серьезным. Тренер ли прав? У меня действительно есть те недостатки, которые он назвал. Юэчжа ахнул. Мой последний забег длился около 21 секунды, но Дайли заметил так много слабых мест. Он весьма проницательный наблюдатель. Даже тренеры, которых я знаю, наверняка не смогли бы обнаружить столько моих недостатков. Он и вправду ученик Лиссуэ, он крут. Юэчжа немедленно перестал сомневаться в Дайли, ведь он указал на те слабые места, которые упустил из внимания сам Юэчжа. Юэчжа почувствовал, что Дайли знает его даже лучше, чем он сам. Дайли продолжил. Я недавно составил предварительный тренировочный план, можешь взглянуть. Если у тебя нет вопросов или возражений, то будем его придерживаться. Он достал лист бумаги и протянул его Юэчжа. Аво уже составил план действий. Юэчжа взял бумажку и глянул на нее. Почерк был понятный. Очевидно, не в торопяхно чирикал. Этот план мне подходит. Он учитывает мою ситуацию. Юэчжа был удивлен. Как это возможно? Я только успел пробежаться, а он сумел заметить все мои недостатки в деталях, что само по себе удивительно, и даже составил подходящий план. Как он умудрился за такой короткий срок? Если бы почерк не был свежим, Юэчжа решил бы, что Дайли заранее подготовил план. Благодаря своему опыту работы в сборной, он хорошо знал тренеров команды. Даже лучшие специалисты не смогли бы определить его слабости с первого раза и так быстро составить подробный тренировочный план. Потрясающе! Сказал про себя Юэчжа. Раньше он был просто благодарен Дайли, но сейчас искренне убедился в его неординарных способностях. Этот план составил Дайли. Когда Юэчжа прошел регистрацию в тренировочный лагерь сборной, Дайли просканировал спортсмена детектором, а потом записал его недостатки. Позже Дайли изучил их и, основываясь на результатах сканирования, составил подробный план. Сегодня Дайли лишь переписал его и заодно преподал Юэчжа большой урок. Глава 192. Взял лидерство. В первый день обучения Дайли преподал Юэчжа хороший урок. Спринтер понял, что у Дайли есть неплохие тренерские способности, поэтому на следующем занятии он полностью выполнил задачи, поставленные перед ним наставником. Эффективность подготовки зависела не только от правильно составленных планов, но прежде всего от их выполнения. Какими бы идеальными ни были указания тренера, если спортсмен не следовал им, они ничего бы не значили. Фэйсянь Лин, команда по толканию ядра, а теперь и Сидзиян. Дайли встречал множество спортсменов, которые тренировались пассивно. По этой причине Дайли решил удивить Юэчжа в самом начале их совместной работы, пытаясь произвести впечатление и заработать авторитет. Как и ожидал тренер, результаты явили себя на дорожке. Первый этап сборов длился 20 дней. Спортсменам приходилось вести между собой ожесточенную борьбу. Тренеры, которые приехали из команд провинций, тоже соревновались, надеясь сначала впечатлить своих именитых коллег и в конечном итоге пройти отбор. Несмотря на то, что им нельзя было остаться в сборной, пока там наблюдали за их работой и допускали к следующему этапу подготовки, они уже имели право гордиться своими достижениями. Параллельно сборная тоже наблюдала за спортсменами и тренерами. Со временем обучение перешло на более продвинутые уровни, и постепенно стали очевидны различия между теми, кто был просто хорош, и теми, кто был велик. Вжуух Юэчжа на всех парах пересек финишную черту, а Дайли остановил электронный секундомер. 20-73 секунды. Это время я определил вручную. Если бы вместо этого использовался автотаймер, который добавляет 0,24 секунды, то твой результат все равно был бы меньше 21, подытожил Дайли. Когда ты устранил качание верхних и нижних предплечий, твоя производительность значительно выросла. Теперь ты можешь регулярно финишировать быстрее, чем за 21 секунду. Для спринтера на дистанции 200 метров квалификационный стандарт мастера спорта составлял 21-35 секунды. Как правило, такие спортсмены способны были выйти в финал национального легкоатлетического гран-при. Результата меньше 21 секунды хватило бы для того, чтобы стать чемпионом в спринте на 200 метров на играх уровня страны. Услышав похвалу в свой адрес, Юэчжа улыбнулся. Но Дайли сразу остудил его пыл. Считаю, что тебе рано расслабляться. Ты все еще пожимаешь плечами во время бега. Ты должен это исправить. Понял. Постараюсь больше, так не делать. Юэчжа кивнул, а после с волнением вздохнул. Чувствую, что лучше всего мне подходит спринт на 200 метров. У тебя неплохой контроль над частотой и шагом. Спринт на 200 метров тебе подходит. Если бы я встретил тебя раньше, я бы даже рекомендовал тебе попробовать 400-метровую дистанцию. Сказал Дайли. Забудьте об этом, там требования к технике бега слишком высоки. Юэчжа оглянулся и спросил. С таким результатом я же смогу остаться, верно? Не расслабляйся. Чем лучше твое время, тем медленнее ты совершенствуешься. Если хочешь попасть на азиатские игры, ты должен всех удивить, сказал Дайли обреченно. Сейчас ты даже не попадаешь в поле зрения специалистов из сборной. Юэчжа погрузился в молчание. Он понял, что имел в виду Дайли. Квалификационный стандарт допуска к азиатским играм для Юэчжа был выше, чем для других спортсменов. Он уже не числился членом команды, его призвали на общих основаниях. Это было легко объяснить. Например, если бы группа отвечала за свою программу выступлений, ее лидер, безусловно, отдал бы самую важную часть работы старшим, проверенным членам своей команды, в то время как новички стали бы одними из последних в очереди на распределении ролей. Лидер никогда не сделал бы ставку на новичка, каким бы выдающимся тот не был. Конечно, если новенький оказался бы намного лучше остальных, этого человека оценили бы высоко. Скажем, шеф-повар с тремя звездами Мишлин перешел работать в трехзвездочный ресторан. И там и там, три звезды, но шеф-повара можно было найти где угодно, а трехзвездочных ресторанов Мишлин по всему миру насчитывалось от силы 60. По сравнению со специалистом из Мишлин обычные шеф-повара не годились даже в разнорабочие. Та же ситуация повторялась и в легкой атлетике. Если бы результат Юэчжао был таким же, как у других членов сборной, организаторы не отправили бы его на азиатские игры. Даже если бы спринтер превзошел конкурентов из основного состава, у него все равно не было бы шанса. Однако Юэчжао мог пробиться в число счастливчиков, если бы значительно опередил остальных претендентов. Например, другой спортсмен пробежался за 20-80 секунды, а Юэчжао за 20-60. 0-2 секундный разрыв являлся значимым для спринтеров в беге на 200 метров и считался серьезным различием между двумя уровнями мастерства. В этом случае Юэчжао смог бы получить шанс представлять страну на азиатских играх. В сборной есть несколько спортсменов, которые могут пробежать за 20-80 секунд. Цзюньсе, сильнейший бегун, является международным мастером спорта, он обязательно пройдет отбор. Кроме того, зитовый спринтер на 100-200 метров. На следующих олимпийских играх, я предполагаю, займет не одно призовое место, сказал Дейли, глядя на Юэчжао с беспокойством. Если ты хочешь к ним присоединиться, тебе придется, по крайней мере, достичь стандарта международного мастера спорта. Международный мастер спорта, это 20-62 секунды, не так ли? Юэчжао глубоко вздохнул. Его глаза сияли решимостью. Я постараюсь это сделать. 20 дней, в сущности, оказались небольшим сроком, особенно если учесть, что все были заняты тренировками. И спортсмены, и тренеры просто не успевали думать ни о чем другом, кроме занятий. Время летело еще быстрее с приближением соревнований. На тренировочной площадке вот-вот должен был начаться первый этап экзамена. Он решал судьбу участников. Спортсмены с выдающимися результатами попадали на второй этап отбора, а те, кто выступил недостаточно хорошо, отправлялись собирать свои вещи, чтобы вернуться домой. Таким людям, как Хайцуань Фан, Сидзиян и Гахунни, которые уже входили в состав сборной, не нужно было беспокоиться об этом экзамене. Поскольку они уже стали частью команды, их не отчислят. Но спортсмены вроде Юэчжао, приглашенные на общих основаниях, к сожалению, становились главными претендентами на вылет. Юэчжао присел на землю, тщательно настраиваясь на предстоящий забег. В двухсорпметровке стартовая линия располагалась на повороте дорожки. Из-за этого места для бегунов были очень важны. У каждого имелись свои предпочтения, поэтому каждую пару стартеров размещали в разных местах под разными углами по правой стороне дорожки. На трибунах главный тренер Шурин Джао заметил Юэчжао. В нашей команде Юэчжао считался парнем высокого полета. Если бы не его ситуация, он бы наверняка стал нашим козырем, с сожалением сказал про себя Шурин Джао. Сейчас он сосредоточился на двухсотметровом спринте. Это для него в новинку. Однако и здесь тоже существует жесткая конкуренция. Честно говоря, я думаю, он вряд ли победит. Быть профессиональным спортсменом – нелегкая задачка. Как говорится, лодка, плывущая против течения, должна двигаться вперед, иначе ее отнесет назад. Он потратил впустую два года. Боюсь, ему будет довольно трудно вернуться на тот уровень, где он когда-то был. Прежде чем Шурин Джао успел подумать так, стартовый пистолет выстрелил. При старте на повороте спортсмены располагались не на одной линии. Бегуны на внутренних дорожках находились позади тех, кто занимал внешнее. Обычные зрители не в состоянии были сразу сказать, кому принадлежало лидерство, пока все спринтеры не оказывались на общей прямой. Однако для профессионалов это труда не составляло. Даже когда спортсмены проходили поворот, тренеры могли легко определить их позиции. Шурин Джао обратил взгляд на восьмерых бегунов и внезапно нахмурился. Он осознал, что ситуация не была такой уж предсказуемой. Юй Джао взял лидерство. Удивился Шурин Джао. Глава 193. «Я хочу стать сильнее». Тренер Лисюи когда-то сам был спринтером, поэтому узнал больше, чем Шурин Джао. Шурин Джао судил о позициях бегунов на повороте, а Лисюи о скорости на прямой. Юй Джао быстрее. Лисюи скривил губы, но глаза его сияли. Аудитория состояла из тренеров и спортсменов. Несмотря на то, что 200 метров в коне являлась их специальностью, они все еще могли понять, что здесь происходило. Как гласила пословица, не опытные видят внешность, а опытные ценят содержание. Выступление Юй Джао привлекло внимание многих людей. Этот паренек взял лидерство вначале. «Это Юй Джао. Я не видел его больше трех лет. Слышал, что он ушел в отставку, и что это его возвращение. Не ожидал, что он все еще так силен». В этот момент Юй Джао первым вышел на прямой участок. Он был далеко впереди соперников. У него огромное преимущество. Он победит, без сомнений», — сказал Шурин Джао с глубоким вздохом. Хотя забег все еще продолжался, результат был очевиден. Шурин Джао обернулся и сказал Лисюэ. «Лисюэ, ты бывший спринтер. Что думаешь о Юй Джао? У него хорошая база и отличная техника поворота». Три года назад, когда он еще числился в сборной, его считали весьма техничным атлетом. У него много преимуществ в спринте на 200 метров. Единственная проблема — его возраст. Ему 26 лет. «У него не так много возможностей для развития. Не думаю, что он тот, на кого нам нужно делать ставку», — ответил Лисюэ. Пока Лисюэ говорил, Юй Джао первым пересек финишную черту. Его время показали на экране. 20 88 секунды, меньше 21. Хороший результат, прокомментировал Шурин Джао. «Да, в сборной такое время — высший уровень». Лисюэ нахмурился, поразмыслил еще какое-то время, а потом проговорил. «Может быть, мы его оставим. На следующем этапе нам будут нужны только высококлассные атлеты». С таким итоговым временем прохождение первого этапа оказалось для Юй Джао проще паренной репы. Так спортсмен стал увереннее и доказал всем, что выбор спринта на 200 метров был для него правильным решением. Но его самого это не устраивало. Он надеялся остаться здесь до конца, поэтому работал еще усерднее. На втором этапе число участников уменьшилось, как и количество индивидуальных занятий, однако увеличилось время групповой тренировки. Почти каждое утро спортсмены собирались вместе, а уже во второй половине дня работали отдельно друг от друга согласно собственным планам. Групповая тренировка являлась методом, который наглядно демонстрировал различия в способностях. Индивидуальные тренировки и мероприятия казались одинаковыми, но эффект давали совсем другой. Возраст Юй Джао был его слабостью, поэтому бегун не добился большого прогресса, работая с молодыми спортсменами. Но каждый день, когда Юй Джао тренировался наедине с Дайли, он всегда делал большие успехи. Дайли помогали преимущества тренера высшего уровня, поэтому его занятия были более эффективными, чем у других специалистов сборной. Способности Юй Джао росли день от дня. Согласно текущему темпу прогресса Юй Джао, Дайли предположил, что у спринтера вскоре получится пробежать дистанцию менее чем за 20-75 секунды. На пустой террасе Дайли разговаривал по телефону с родителями. Мам, не беспокойся обо мне, у меня достаточно одежды, я не простужусь, сказал Дайли, глядя в небо. Там висела яркая луна, но звезд не было видно. Дайли внезапно заскучал по старым временам, когда часто смотрел на звездное небо. Сейчас он видел лишь одну или две звезды, мерцающие в ночи. Дайли снова посмотрел вдаль. Несмотря на поздний час, кто-то все еще оставался на дорожке. Кто тренировался в такую темень? Закончив болтать с родителями, Дайли увеличил изображение, используя камеру своего телефона. Кажется, Гахунни, разве ему не хватает практики днем? Дайли задумался на секунду, а затем решил взглянуть сам. Дайли взял две бутылки спортивного напитка и вышел на тренировочную площадку. Убедившись, что это действительно был Гахунни, он немедленно направился к спортсмену. Гахунни, ты чего занимаешься на ночь, глядя? Дайли крикнул Гахунни. Бегун сразу притормозил, как только заметил наставника. Он смущенно взглянул на Дайли. Тот бросил ему бутылку спортивного напитка, а потом указал на место в стороне от дорожки. Они вместе уселись на землю. Почему ты до сих пор тренируешься? Когда ты был в университете Ценхуа, то не был настолько сознательным, Дайли слегка поддел Гахунни. Сделав пару глотков, Гахунни ответил. Тренер, я хочу стать сильнее. Сильнее? Дайли посмотрел на Гахунни. Все здесь чувствуют, что недостаточно сильны. Каждый желает стать сильнее. Гахунни глубоко вздохнул. Я всегда считал, что неплох. В университете Ценхуа или даже среди вузов по всей стране, я везде был лучшим. Но как только попал в сборную, то наконец осознал, что многие здесь лучше меня. Хотя некоторые из них моложе меня, но все равно выступают лучше, чем я. Ли знал, что у Гахунни пошатнулась самооценка. Не всем выпадал шанс поступить в университет Ценхуа, а Гахунни был на его вершине. И это, в свою очередь, означало, что он мог считать себя лучшим из лучших. Его уверенность в себе имела основания. Однако существовал значительный разрыв между спортсменами вузов и профессионалами. Взять, к примеру, такой сложный вид спорта, как баскетбол. В игре против легионеров даже лучший игрок университета казался слабым. Спринт, конечно, не предполагал наличие у бегунов хороших навыков сотрудничества или тактики. Почти все дисциплины здесь требовали индивидуальной работы. Поэтому отличия между любителями и профессиональными спринтерами не казались такими явными. Гахунни, ведущий спортсмен в университете, вероятно, стал бы великим профессионалом. Но ему требовалось достаточно времени и работы для развития, чтобы сократить имеющийся разрыв с членами сборной. Честно говоря, выступление Гахунни уже было неплохим, он показал результат выше среднего. Однако до спортсменов высокого уровня ему еще предстояло пройти долгий путь. Приняв во внимание эти факторы, Дайли попытался успокоить Гахунни. Это абсолютно нормально. Ты в сборной. Здесь собрались лучшие спортсмены страны. Многие из них начали тренироваться в 7-8 лет, а потом в подростковом возрасте поступили в спортивные школы и с тех пор прошли длительную профессиональную подготовку. По сравнению с ними, ты тренировался меньше. Дайли похлопал Гахунни по плечу. Не возлагай на себя слишком большую ношу. Ты великолепен. Что тебе нужно, так это время. Как только ты сосредоточишься на подготовке, то станешь спортсменом высокого класса. Но Сидзиян присоединился к команде вместе со мной. Его лучшее время сейчас достигло квалификационного стандарта уровня Б на Олимпиаду. А мое, все еще около 10-40. Я отстаю. Для спринта на 100 метров квалификационный олимпийский стандарт уровня Б составлял 10-28 секунды. Это указывало на то, что с момента прибытия сюда между Сидзияном и Гахунни образовался разрыв в 0-1 секунды. Сидзиян моложе и был не так хорош в университете, но всего лишь за 6 месяцев он превзошел меня, произнес Гахунни, сжимая кулаки. Тренер, можешь помочь мне улучшиться? Я хочу стать сильнее. Глава 194. Квалификационный стандарт. Дайли уставился на Гахунни. Он почувствовал, что тот действительно жаждет стать сильнее. Пока что твоя тренировочная нагрузка весьма высока. Если добавлю тебе дополнительные задания, твое тело может не выдержать. Обеспокоенно сказал Дайли. Я верю, что смогу. Твердо сказал Гахунни. Давай для начала дополнительно потренируемся несколько дней, а потом посмотрим, как все пойдет. Можешь настроить себя на усиленный режим работы в течение этого периода времени, согласился Дайли. Все будет в порядке, если вдруг ты не потянешь. Дополнительная тренировка не попадает в разряд обязательных занятий, поэтому не нужно стыдиться, если не сможешь продержаться до конца. Гахунни ничего не ответил, но глаза его светились упрямством. Ну, если честно, не стоит подвергать себя такому давлению. Спортивная подготовка – это длительный постепенный процесс, который нужно проходить шаг за шагом. Никто не в состоянии достичь вершины за одну только ночь. Ты уже в сборной, тебя не исключат. Не беспокойся об этом. Я хочу на азиатские игры. Ответил Гахунни. Мне больше ничего не надо. Я хочу участвовать в официальных соревнованиях. Тогда держись. Дайли улыбнулся. Он знал, что Гахунни сам сделал свой выбор. Дайли был здесь ни при чем. Почему бы немного не подтолкнуть этого парнишку, предложив ему дополнительные тренировки в свободное время? Гахунни мечтал превзойти остальных. Даже если Дайли отказался бы, он все равно стал бы настаивать на увеличении нагрузки. Дайли предпочел преподать ему небольшой урок, а не позволять парню тренироваться по собственному усмотрению, бесконтрольно и непрофессионально. Через несколько дней завершился второй этап сборов для азиатских игр. Наконец-то пришло время сборной определиться с участниками. В конференц-зале тренеры-организаторы обсуждали окончательный список имен. Гахунни – спортсмен вуза. Он начал поздно, но очень много работал. В последнее время он проходит дополнительную подготовку. Я вижу значительный прогресс в его выступлениях. Лисюй сделал паузу и добавил. Вчерашний забег Гахунни завершил за 10-28 секунды, достигнув стандарта уровня бы для олимпийских игр. Спортсмен с таким результатом мог бы поехать на азиатские игры, но количество участников ограничено. Поэтому я планирую, чтобы он стал заменой, закончил Лисюй и вздохнул с сожалением. Такие крупные соревнования, как азиатские игры, отличались от индивидуальных первенств. Последние предполагали, что прошедшие регистрацию выступали здесь только сами за себя, в то время как групповая эстафета отдельно требовала регистрации команды. Список имен группа участников представляла прямо перед началом соревнования. Эстафета допускала замены. Если график ведущих спортсменов был слишком плотным или кто-нибудь из основного состава, получал травму, вторые номера выходили на дорожку. Иногда случались и замены исключительно для эстафеты. Таким образом, предстоящей альтернативной задачей Гахун не становилась подготовка к групповому забегу. С этим решением у других тренеров не возникло разногласий. Хорошо, теперь давайте обсудим спринт на 200 метров. Лисюй снова сделала паузу, а затем сказал. В спринте на 200 метров Цзюньси и Зитаа вы уже заняли два места. Ключевая проблема – решить, кто будет последним. Я планировал сделать выбор между Сюнчу и Вейчжаном, но вы все стали свидетелями последнего экзамена в команде. У нас есть темная лошадка. Время Юйчжаа составило 20.78 секунды. Знаю, 20.78 не выдающийся результат. Сюнчу и Вейчжан имеют такое же время. Кроме того, они уже являются членами сборной, в то время как Юйчжаа представляет местную команду. Но я считаю, что у Юйчжаа большой потенциал. Юйчжаа 26 лет. Обычно спортсмены его возраста не могут рассчитывать на многое, однако во время этого последнего экзамена сначала он пробежал дистанцию за 20.88 секунд. Между первым и вторым тестами была разница всего в 20 дней, но он улучшился на 0.1 секунды. Меня поразил его прогресс. До начала азиатских игр еще два месяца. Если Юйчжаа продолжит совершенствоваться такими же темпами, когда начнутся игры, его время может составить 20-70 секунды. Судя по опыту прошлых лет, с таким результатом можно выиграть медаль. Поэтому я хотел бы выслушать и ваши мысли. Ли Сюи закончил, глядя на собравшихся. Тренеры в зале начали мозговой штурм. Видимо, тренер Сюи планирует отдать последнее место Юйчжаа. Тренер Юйчжаа, да или, даже если он не из сборной, он все равно любимый ученик Ли Сюи. Ли Сюи планирует продвинуть дайли. Где это видано, чтобы спортсмен базового уровня занял место спортсмена из сборной? Может быть, не стоит посылать Юйчжаа на игры? У всех имелись разные мысли. Наконец, кто-то решил высказаться. Тренер Сюи. Текущее время Юйчжаа составляет 20-78, но нам неизвестно наверняка, сможет ли он после двух месяцев тренировок улучшить свой результат до 20-70 секунды. Поскольку его выступление – единичный случай, я не думаю, что было бы хорошей идеей отправлять его на соревнования. Ли Сюи молча кивнул и повернулся к остальным. Тренер Сюи, я считаю, Юйчжаа может быть тем, кто нам нужен. Если на дистанцию 200 метров мы отправим либо Сюнчу, либо Вычжана, то ни один из них не сможет потягаться за медаль. Почему бы нам не рискнуть? Если он действительно пробежит быстрее 20-70 секунды, он сможет получить медаль. Ли Сюи снова кивнул, потом взглянул на других тренеров. Некоторые согласились с последней идеей, другие были против. У каждого из них были разные причины. Ожесточенная дискуссия не привела к окончательному решению. Наконец, Ли Сюи повернулся к главному тренеру Шурену Джаа, за которым оставалось последнее слово. Шурен Джаа взял этот нелегкий выбор на себя. Он откашлялся и начал. Советы ваши неплохие, но осталось еще две недели до крайнего срока регистрации, и мое предложение заключается в том, что нам не нужно спешить с выводами. Почему бы нам не понаблюдать за Юйчжаа некоторое время, вместо того, чтобы принимать поспешное решение прямо сейчас? Что думаете, тренер Сюи? Да, у нас в запасе есть две недели. Нам лучше не торопиться. Ли Сюи согласился на словах, он думал он по-другому. Он предпочел бы определиться с участниками как можно скорее, чтобы разработать предстоящие тренировочные планы. Но главным тренером был Шурен Джааа. Как его подчиненный, Ли Сюи не осмелился ему возражать. Однако откладывать выбор до последнего не очень хорошая идея. Вдруг мы через две недели не сможем принять единогласное решение? Мы потратим слишком много времени. Ли Сюи повернулся к Шурен Джааа. У меня есть предложение. Как насчет того, чтобы установить для Юи Джааа квалификационный стандарт? Прекрасный выход. Шурен Джааа осторожно постучал по столу, чтобы привлечь всеобщее внимание. В течение указанного периода Юи Джааа действительно быстро прогрессировал. Но мы не уверены, является ли его улучшение стабильным. Ли Сюи сейчас напомнил мне, что мы можем установить для него квалификационный стандарт. Если он до крайнего срока регистрации на азиатские игры сумеет достичь обозначенного времени, то получит свою возможность. В легкой атлетике только тот, кто показывает лучший результат, имеет право считаться достойным. Хотя Юи Джааа – представитель местной команды, если итоги его работы смогут нас впечатлить, остальные тоже поверят в него. Глава 195. Изумительный эффект от Нимба. Установить квалификационный стандарт, чтобы оценить способность Юи Джааа было вполне справедливым решением. Тогда каков будет этот стандарт? Кто-то сразу спросил. Конферент-зал снова погрузился в тишину. Если стандарт окажется слишком низким, это станет похоже на отправку Юи Джааа прямиком на азиатские игры. Но если стандарт завысит, то он превратится в препятствие. Формальный повод отстранить Юи Джааа от участия в соревнованиях. 20.75 секунды пойдет? Спросил Ли Сюэ. Шурин Джааа моментально ответил. Осталось две недели до крайнего срока. Пусть Юи Джааа улучшит свое время с 20.78 до 20.75. 0.03 секунды – порог, который довольно сложно преодолеть. Высококлассные спортсмены с большим трудом преодолевали порог даже в 0.01 секунды. Основываясь на текущей способности Юи Джааа увеличить производительность на 0.03 секунды в течение двух недель было бы сверх задачей для него. Думаю, что мы должны дать шансы другим спортсменам, внезапно высказался кто-то. Дайте мне две недели, и я смогу заставить Сюн Чу пробежать дистанцию менее чем за 20.75. Согласился и тренер Вэй Джана. Я тоже уверен, что Вэй Джан способен достичь этого стандарта в течение двух недель. Отношение двух тренеров к принятому решению четко указывало на то, что они не готовы были предоставить Юи Джаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Тогда отправим лучшего. Шуринджа сделал паузу и добавил. Наша команда будет представлять нашу страну, мы обязаны отправить самых конкурентоспособных участников. Дайли не значился официальным тренером сборной, поэтому его не допустили принять участие в конференции. Все, что он мог сделать сейчас, это ждать. Еще два человека ожидали результатов. Юэджа и Гахунни. Список участников азиатских игр размещен на доске объявлений. Раздался чей-то возглас. Каждый спортсмен подошел поближе, чтобы взглянуть на список имен. Как я ожидал, Седзияна выбрали в спринт на 100 метров. Дайли тщательно проверил список, но так и не обнаружил там Гахунни. Гахунни паник. Он специализировался в стометровом спринте и чувствовал теперь, что все потерял. Гахунни, я нашел твое имя. Неожиданно сказал Юэджа. Он указал на раздел эстафеты. Смотри, твое имя здесь. Гахунни немедля поднял глаза. Он увидел себя в списке. Я буду участвовать в эстафете, воскликнул Гахунни. Хотя он и упустил шанс побороться в индивидуальном первенстве, он все еще мог принять участие в эстафете. Это стало для него утешением. Стоя рядом с Гахунни, Дайли радовался за него и продолжал проверять списки имен в других дисциплинах. Дойдя до раздела спринта на 200 метров, Дайли нахмурился. Спринт на 200 метров. Цзюньсе. Зитовы и не определены. Здесь только двое, но нет Юэджа. Что такое не определены? Означает ли это, что у Юэджа есть шанс? Нужно уточнить, подумал Дайли. Вскоре Дайли услышал про квалификационный стандарт. Две недели до квалификационного стандарта. Для меня, раз плюнуть, уверенно посчитал Дайли. Но и остальные тоже могут достичь стандарта, а значит 20-75 секунды не хватит. Это не может гарантировать место для Юэджа. Дайли умолк. Он осознавал, что Юэджа нужно дополнительное время. Талант Юэджа в спринте на 200 метров, несомненно, один из лучших в сборной, и в техническом плане парень тоже в топе команды. Но проблема заключается в том, что он упустил почти три года. Ему нужно больше тренироваться, чтобы вернуть свое первоначальное состояние, не говоря уже о том, чтобы стать еще лучше. Нам потребуется время для дополнительных занятий. Дайли сильно сжал кулак. Юэджа присел на землю, его тошнило. Обучение было интенсивным. Юэджа так устал, что его даже вырвало. После этого Юэджа выпил полбутылки воды, а потом вернулся на тренировочную площадку. Тренер, давай продолжим. Голос Юэджа звучал изможденно. Ли посмотрел на мрачное лицо Юэджа, а затем слегка вздохнул. Он сказал с сочувствием. Как насчет перерыва? Юэджа колебался. Он очень устал и мог уснуть прямо на земле, но все равно упрямо кивнул головой. Время не ждет. Мне нельзя отдыхать, мне нужно тренироваться. Это вряд ли сработало бы. Текущая тренировочная нагрузка превышала физические пределы Юэджа. Дайли волновался, но ничего не мог поделать. Он должен был дать Юэджа большую нагрузку, а Юэджа приходилось идти до конца. Такой режим стал проверкой не только физической формы спортсмена, но и его силы воли. Обычный человек, возможно, уже сдался бы. Однако Юэджа был другим. Врачебная ошибка отняла у него три года и воспитала его волевые качества. Каждый раз, когда он выбивался из сил, он вспоминал свое горькое прошлое в Америке. И этого было вполне достаточно, чтобы заставить спринтера двигаться вперед. С 7 утра до 9 вечера Юэджа оставался на тренировочной площадке, делая небольшие перерывы на обед и ужин. Когда дневные тренировки заканчивались, Юэджа пластом ложился на землю. Он чувствовал себя выжатым окончательно. Если он продолжит в том же духе, сколько сил у него останется на завтра? Дайли обеспокоенно взглянул на Юэджа. Внезапно раздался голос системы. Меня уже давно мучает вопрос, почему ты не используешь нимб выносливости? Дайли оцепенел. 200 метров, короткая дистанция. Зачем мне использовать нимб выносливости? Конечно, чтобы повысить его выносливость, система продолжила. Спринт на 200 метров действительно попадает в категорию бега на короткие дистанции, но не забывай, что вы тренируетесь. Нимб предлагает дополнительные возможности, они могут помочь спортсменам неплохо держаться во время практики. Дайли неожиданно осенила. Почему я не подумал об этом раньше? Первым нимбом Дайли стал нимб взрывной силы. С тех пор он рассматривал этот бонус исключительно в качестве секретного оружия для соревнований. Дайли еще ни разу не применял на практике нимб выносливости, поскольку работал с командой спринтеров, которая не нуждалась в подобной помощи. Он не рассматривал возможность использования нимба на тренировках, так как считал, что только бег на средние или длинные дистанции требует того. Нолли пренебрег тем фактом, что спринтеры, которые занимались в условиях высокой интенсивности, тратили то же количество энергии, что и бегуны на длинные дистанции. Тренировочная нагрузка Юэджа требовала от него намного больше сил, чем бег на 10 тысяч метров. Мой промах. Я должен был раньше подумать об использовании нимба. Дайли расстроился и хлопнул себя по голове, возмутившись собственной глупости. По крайней мере, еще не поздно. У нас есть время, вздохнул ли этот нимб выносливости можно использовать во время тренировок. Получается, нимб лучшая награда. Глава 196. Чувство неотложности. В 10 вечера большинство спортсменов уже спали. Дайли и Юэджа недавно вернулись в общежитие. Юэджа еле волочил ноги, он даже не мог подняться по лестнице без помощи Дайли. На самом деле Дайли пребывал не в лучшем состоянии, чем Юэджа. Быть тренером оказалось еще той работенкой. После целого дня на дорожке Дайли едва мог стоять. Однако наставник ощутил, что с тех пор, как он переключился с нимба взрывной силы на нимб выносливости, Юэджа стал дольше держать нагрузки во время занятий. Вчера Дайли не использовал нимб выносливости, и к 8 вечера Юэджа был настолько истощен, что даже не мог поднять ногу. Но сегодня, после активации бонуса, Юэджа продержался аж до 10 часов в пополудне. Жаль, что я могу использовать только один нимб за раз. Было бы здорово, если бы я мог добавить и нимб взрывной силы. Дайли вздохнул. Дайли раздражало такое ограничение. Если бы он выбрал нимб выносливости, то не смог бы взять нимб взрывной силы, и наоборот. Другими словами, Дайли должен был выбирать между этими двумя возможностями. К счастью, в легкой атлетике такой выбор не представлял особых сложностей. Для бега, прыжков, метания и подобных дисциплин идеально подходил нимб взрывной силы. Когда дело касалось бега на среднее или дальнее расстояние, спортивной ходьбы и прочего, спортсменам большую помощь оказывал нимб выносливости. Если бы речь шла о баскетболе или футболе, принять решение было бы не так просто. Спортсменам здесь требовалась и взрывная сила, чтобы прорвать оборону соперника или выполнить сложную комбинацию и выносливость для поддержания энергии во время матча. В этом случае казалось невозможным остановиться на чем-то одном. Дайли помог Юэджа добраться до двери общежития и сказал. Прими души ложись спать как можно скорее. Завтра нам нужно продолжить тренировку. Привет, Дайли. Уже поздновато. Ты только что вернулся? Вдруг в коридоре раздался голос. Дайли повернул голову туда, откуда исходил звук. Голос принадлежал тренеру по имени Лю. Ему было около 50, и он имел немаленький опыт в сборной. Привет, тренер Лю. Тренировки с Юэджа заставляют забыть про время. Улыбнулся Дайли. Молодые и энергичны. Лю указал наверх. Там играют в маджонг. У них не хватает одного игрока. Хочу к ним присоединиться. Увидимся. Тренер Лю поднялся по лестнице. Дайли направился в свою общагу и начал готовиться ко сну. Лю постучал в дверь. Три человека уже заняли свои места за столом, а кости от маджонга лежали стопкой, ожидая опоздавшего игрока. Джун Ли Иван тоже здесь. Впервые играю в маджонг с Ваном. Тренер Лю поприветствовал собравшуюся троицу. Тот, которого назвали Ван, был я отзыванным. Он работал главным тренером Сюн Чу, а Сюн Чу считался одним из самых сильных бегунов в спринте на 200 метров. Эй, Лю, садись. Мы тебя заждались. Вот, брось кости. Давайте начнем раунд. Один из игроков сказал тренеру Лю. Лю, ты же не старпер вроде? Чего так долго поднимался? Я даже успел выиграть по жребию. А, подождите, я пропущу. Ван подключился к разговору другой человек. А, ох, да вас я встретил, да или немножко с ним поболтал. У молодых уйма энергии. Сегодня у них была дополнительная тренировка, и он со своим подопечным только что вернулись с нее. На его месте я бы еле передвигал ноги, объяснил тренер Лю, бросив красного дракона. Дополнительная тренировка. Ван сидел справа от Лю. Когда он услышал это, его сердце ёкнуло. Вытянув кость, Ван заметил, что это оказался белый дракон, а затем сразу же бросил ее. Но в следующую секунду он понял, что совершил ошибку. Черт, мне не стоило сбрасывать. У меня здесь два красных дракона, мне нужен Панк. Ван был расстроен. Если бы тренер Лю не упомянул о дополнительной тренировке, да или он бы не действовал так рассеянно. Оценив ситуацию, тренер Лю крикнул. Панк. Он радостно подобрал пару для кости с тройкой, потом медленно погладил свою стену и сказал. Верно, дополнительная тренировка. Юэчжа так усердно пахал, что просто свалился на на пол прямо передо мной. Его, должно быть, нес на себе Дайли. Он сбросил три бамбуковых кости, пока говорил. Панк. Мужчина слева от тренера Лю крикнул, схватив все три. Лю продолжил. Последнее место в спринте на 200 метров все еще не определено. По этой причине Юэчжа наверняка будет тратить каждый день на тренировки. Но, говоря об этом, я сочувствую Юэчжа. Из-за неправильного диагноза он чуть не потерял ногу. Скорее всего, ему было нелегко вернуться. Услышав эти слова, Ван уныло опустил голову. Он был наставником Сюнчу, но тренер, живущий по соседству, очевидно, поддерживал Юэчжа, который тоже боролся за последнее место в списке. Ван чувствовал себя загнанным в угол. Юэчжа проходит дополнительную подготовку. Если Сюнчу не займется тем же, то обязательно отстанет. Никогда не позволю такому случиться. Завтра я тоже нагружу Сюнчу по полной. Задумавшись, Ван никак не мог сосредоточиться на игре. Он делал свои ходы рассеянно и небрежно бросал кости. В полседьмого утра Ван отправился в столовую, напевая себе под нос веселую песенку. Что у нас на завтрак? Хочу немного бобового творога, если он есть. Если нет, можно и соевого молока выпить. Ван вошел в комнату и заметил, что его ученик Сюнчу уже расположился за столом и сосредоточился на чистке вареного яйца. Мне надо сообщить Сюнчу, что у нас сегодня днем будет дополнительная тренировка. Ван побыстренькому схватил свой завтрак и сел рядом с Сюнчу. В то же время внезапно раздался голос. Юэчжа, ты весь вспотел. У тебя была утренняя тренировка? Почему бы тебе для начала не сходить помыться? Ван повернулся лицом туда, откуда шел голос. Юэчжа стоял прямо перед ним. Он был весь в поту, волосы хоть выжимай. Очевидно, он не так давно завершил интенсивную тренировку. Юэчжа смущенно улыбнулся. Я проснулся в 5 часов, только что закончил утреннюю зарядку и надел чистый костюм. Скоро продолжу работать. В 5 часов. Еще даже солнце не взошло. Кто-то охнул от удивления. Встревоженный Ван машинально проверил время на часах. Начал в 5, значит, он тренировался 2,5 часа. Другими словами, Юэчжа уже на 2,5 часа опережает Сюнчу. В этот момент беспокойство наполнило сердце Вана. Глава 197. Железный человек. На тренировочной площадке Сюнчу стиснул зубы и продолжил работать, однако его тело имело собственное мнение на этот счет. В следующую секунду спринтер шлепнулся на землю, тяжело дыша. Я снова довел его до предела. Ван не заставлял Сюнчу немедленно подняться, потому что знал, спортсмен сейчас тоже борется с собой. Он достиг своего физического предела. Человек не машина, тем более, не вечный двигатель. Каждому, кто исчерпал свои силы, был необходим отдых. Ван посмотрел вдали и увидел, что Юэчжа тоже сделал перерыв. Вместо этого, он валялся на земле, наслаждаясь массажем ног от Дэйли. Юэчжа сегодня утром занимался дополнительно целых 2 часа. Он наверняка устал еще больше, чем Сюнчу. А это значит, мне не нужно тревожиться. Даже если Юэчжа будет торчать на площадке в течение всего дня, он не добьется большого прогресса. Ван выдохнул с облегчением. Однако в этот момент Юэчжа поднялся с земли и вернулся к работе. Он восстановился. Ван взволнованно спросил у Сюнчу. Как ты себя чувствуешь? Можешь встать? Сюнчу снова собрал волю в кулак, пытаясь подняться, опираясь на руки, но смог лишь сесть. У него закончились силы. Отдохни и выпей воды. Ван не мог не вздохнуть. Он передал бутылку спортивного напитка Сюнчу. Выпив немного, Сюнчу потихоньку пришел в себя. Он просидел еще несколько минут, а потом встал. Продолжим? Спросил Ван. Сюнчу кивнул и вернулся к тренировкам. Через некоторое время Сюнчу опять свалился на землю. Давайте сделаем еще один перерыв. Ван почувствовал, что Сюнчу снова достиг своего предела. Интересно, как там Юэчжа? Ван снова глянул вдаль и с удивлением обнаружил, что Юэчжа все еще тренируется. Все еще там? Энерджайзер какой-то. Раздраженно пробормотал Ван. Постепенно Ван осознал, что Юэчжа тренируется гораздо больше, а отдыхает значительно меньше, чем Сюнчу. Ван начал тайком наблюдать за Юэчжа и обнаружил, что рабочая нагрузка спринтера вовсе не была низкой. Напротив, она даже превосходила таковую у Сюнчу. Юэчжа больше тренируется. Как он может так долго работать? У как будто тонна энергии. Почему он не занимается бегом на длинной дистанции? Ворчал Ван про себя. Но после тщательного размышления, он заметил, что-то было не так. Вчера Юэчжа начал бегать дополнительно, а сегодня утром он занимался еще два часа. У него энергия должна была закончиться уже давным-давно, и он наверняка истощен больше, чем Сюнчу. Ван перебирал в голове каждую деталь тренировки Юэчжа. Внезапно он вспомнил, что всякий раз, когда спринтер брал перерыв, Дайли делал ему массаж. От кого-то я слышал, что Дайли ничуть не хуже профессионального массажиста. Может, поэтому Юэчжа так долго держится? Ван подошел к своему подопечному, лежащему на земле, и сказал, Сюнчу, дай-ка сделаю тебе массаж. Специалисты из сборной, в том числе и Ван, обязаны были знать кое-что о восстановительных процедурах. У спринтеров часто возникали судороги или проблемы с растяжением. Поэтому профессиональные тренеры спринтеров обладали навыками массажа. Ван хоть и не сравнился бы с профессиональным массажистом, но способен был помочь спортсмену расслабить его мышцы. Однако он и не догадывался, что расслабляющий массаж Дайли отличался от обычных медицинских манипуляций. Даже профессионалы не могли достичь такого уровня. В восемь часов вечера на тренировочной площадке Сюнчу рухнул на землю, как куча кирпичей. Тренер, мне очень жаль, но я не могу этого сделать. Я не в силах больше встать. Голос прозвучал так, словно каждое слово давалось спортсмену с трудом. Ван посмотрел на своего ученика с сочувствием. Он никогда не устраивал столь интенсивных тренировок для Сюнчу и знал, что сегодня он сделал все возможные. Ладно, давай на этом и закончим, согласился Ван. Он снова уставился вдаль, замечая, что Юичжа выполнял приседания. Что? Почему он до сих пор тренируется? Он вообще устает? Ван удрученно вздохнул. Продолжай. Подождем и посмотрим, как долго ты продержишься. Через три дня ты точно сдашься и начнешь хныкать. Подумал тренер, помогая Сюнчу добраться до общаги. Вернувшись в общежитие, Ван все еще не мог оторвать взгляда от тренировочной площадки. Через окно он четко видел вход в здание, поэтому, опершись на подоконник, играя в Glory of Kings. Он ждал, когда Дайли Юичжа появится у ворот. Ван торчал там больше часа, пока, наконец, не узрел, как Дайли Волок на себе Юичжа, медленно двигаясь к воротам. Десять часов. Встает в пять утра. Возвращается в десять вечера. Всего семнадцать часов. Не учитывая перерывов на еду, Юичжа проводит на площадке тринадцать-четырнадцать часов. Закончив подсчеты, Ван поразился. Это безумие. Тринадцать-четырнадцать часов в день. Даже железный человек не выдержит такой интенсивной тренировки. Юичжа скоро сдуется. На следующее утро Ван встал на час раньше и сразу повел Сунчу на тренировочную площадку. Юичжа был уже там, весь потный. Эй, Ли, ты опять пришел в пять? Сказал Ван, приветствуя Дайли. Доброе утро, тренер Ван. Вы довольно рано. Дайли кивнул в знак приветствия. Кто рано встает, тому Бог подает. Я попросил Сунчу разогреться, а после завтрака пройти обязательную тренировку. Ван остановился и спросил. Дайли, не хочешь присоединиться к нам? Дайли кивнул. Конечно, но Юичжа не пойдет. Ему нужно продолжать. Я принесу ему поесть. Ван чувствовал себя неловко. Он подумал про себя. Надо ли это делать? Экономить каждую секунду, даже на еду. Юичжа, человек, а не машина. Он долго не продержится под таким давлением. В ту ночь Ван снова стоял у окна. В 10 вечера он опять увидел Дайли Юичжа. На следующее утро Ван появился на тренировочной площадке, однако Дайли Юичжа уже были там. Один день, два дня, три дня, каждый день. Юичжа продолжал свою сверхинтенсивную тренировку. Ван офигел. Глава 198. Очевидный результат. Целый день работы зависел от хорошего старта с утра. Для спортсменов первый прием пищи был очень важен. Питательный завтрак мог зарядить энергией до конца утренних занятий. Напротив, ужин не считался основным. Многие спортсмены на диете отказывались от обеда. Исследования ученых показали, что здоровью вредило длительное отсутствие полноценных завтраков. В 7 часов утра повара уже готовы были накормить спортсменов и их наставников. Учитывая, что участники собрались со всей страны и имели различные вкусовые предпочтения, в столовой гостей ждал разнообразный выбор блюд. Ключевым моментом здесь была необходимость обеспечить полноценное питание. В течение следующих 30 минут работники ожидали большого наплыва посетителей. Дайли прибежал в столовую. Шеф-повар узнал его еще издалека. Доброе утро. Ли, вам как обычно? Да, на двоих. Пожалуйста, добавь к этому два яйца, и еще. Дайли сделал свой заказ. Вскоре шеф-повар собрал все, что попросил Дайли, и передал ему сверток. Дайли поблагодарил его, а затем уже с едой бегом покинул помещение. Другие тренеры стали свидетелями этой сцены. Кто-то даже начал это обсуждать. Неужели ли снова взялся за свое? Он уже занимается этим 5 или 6 дней. Сегодня седьмой день, уточнил другой человек. Юэджа как безумный тренировался на этой неделе. Говорят, он выходит на дорожку в 5 утра, а возвращается в общагу только в 10 вечера. С 5 утра до 10 вечера, дайте посчитать. О боже, 17 часов. Как такое вообще возможно? Столько времени тренироваться. Один или два дня, тут еще можно понять, но неделю. Это невероятно. Даже железный человек не вынес бы такого. Ну, это верно лишь отчасти. Не забудь вычесть время на обед и перерывы. Правда, все равно останется 13 или 14 часов работы ежедневно. Даже в этом случае 7 дней кажутся невозможным сроком. 4 года назад, когда тренировал Юэджа, я и не знал, что он настолько вынослив. Он так много пашет. Во всей видимости, последнее место в списке участников спринта на 200 метров достанется ему. Однако мне интересно, надолго ли его хватит? Дискуссия не прошла мимо у Шейвана, отчего тому стало неудобно. Прошло 7 дней. Как Юэджа может тренироваться в таком режиме целых 7 дней? Что за бессмыслица? Ван сильно сжал палочки для еды, подавляя свое недовольство. Юэджа выполнил почти все задачи под моим наблюдением, так что я знаю, он не бил баклуши. У него очень большая нагрузка. Но вопрос в том, как ему это удается. Сюнчу делал то же самое, но он не в состоянии выдержать больше 10 часов. Почему это как-то связано с тренировочными планами? Ван не мог не думать о Дайле и еще сильнее взгрустнул. Недавно Ван наблюдал за тренировкой своего коллеги, но не нашел в ней ничего удивительного. Методы Дайле были такими же, как у сборной, и Ван с ними был хорошо знаком. Он даже решил однажды, что причина, по которой Юэджа так долго держался в тонусе, кроется в массаже. Ван пытался копировать действия Дайле. Каждый раз во время перерыва Ван повторял за ним все в точности и тоже массировал ноги Сюнчу. Но ничего не получалось. Дайле заканчивал свои манипуляции в течение 5-6 минут, а потом Юэджа сразу же вставал и возвращался к упражнениям. Однако даже после более чем 10-минутного массажа, сделанного Ваном, Сюнчу все равно не мог подняться, чтобы продолжить тренировку. Это все из-за разницы в способностях между мной и Дайле. Хотя Ван и не желал признавать, что уступал ли, другого объяснения он не мог придумать. Тревога Вана нарастала. Он с ужасом думал, что последнее место для участия в 200-метровом спринте займет Юэджа, ведь этот бегун работал над собой гораздо усерднее остальных претендентов. В процессе тренировок способности спортсмена накапливали положительные изменения. Этот напоминал о марафон. После первого километра разрыв между бегунами был не очевиден. Однако, пробегая каждый отрезок в 1000 метров на секунду быстрее соперника, лидер к финишу имел уже преимущество более, чем в половину минуты. Юэджа получал выгоду от подобного накопления. Каждый день у него было на несколько часов больше тренировок, чем у других, и через две недели его способности стали как минимум на один уровень выше по сравнению с таковыми у конкурентов. Кроме того, Юэджа обладал талантом, подходящим для данной дисциплины, что также способствовало его прогрессу. Две недели спустя в командном зачете по бегу на 200 метров приняли участие шесть спортсменов. Среди участников не все имели возможность пробежать дистанцию за 20-75 секунды, некоторые просто хотели испытать свою удачу. Самыми конкурентоспособными бегунами, несомненно, были Юэджа и Сюнчу. С трибуны Шуринджа посмотрел на стартовую линию и спросил. Слышал, что Юэджа и Сюнчу проходили дополнительные тренировки. Сюэ, как думаешь, кто победит? Юэджа. Ли Сюэ ответил без колебаний. Несмотря на то, что оба занимались сверхурочно, нагрузка у Юэджа была больше, интенсивность и время играют в подготовке важную роль. Шуринджа молча кивнул. Если названные факторы не будут задействованы в тренировке, эффект от нее окажется минимальным. Да, чтобы двигаться вперед, нужно потратить много времени и приложить максимум усилий, занимаясь с более высокой интенсивностью. Это заставляло вспомнить про поведение студентов вуза перед экзаменами. Во время сессии в учебных комнатах всегда яблоку было негде упасть, молодые люди там усердно учились. Некоторые балбесы, которые пинали балду в течение семестра, всецело полагались только на такой метод, чтобы пройти положенные экзаменационные испытания. Стартовый пистолет выстрелил. Юэджа начал неплохо. Его реакция на выстрел была идеальной. Не слишком поздно и не слишком рано. Ли вздохнул с облегчением. Хороший старт. Юэджа должен выиграть. Дайли улыбнулся. Прямо перед тестом Дайли просканировал детектором способности всех участников. Результаты Юэджа оказались лучшими. Кроме того, спортсмену помогал ним взрывной силы. Даже если бы способности у Юэджа и его противников были равны, он не проиграл бы забег. Стоя рядом с Дайли, Ван сильно нервничал. Он взглянул на Ли и удивился, увидев улыбку на его лице. Улыбается. Почему он такой самоуверенный? Он нисколько не сомневается в Юэджа. Ван взглянул на дорожку и обнаружил, что Юэджа уже взял инициативу на себя. Теперь Ван стал обливаться потом. Кажется, тренировка с высокой интенсивностью дает лучшие результаты. Сказал тренер, стоящий рядом с Ваном. Услышав его слова, тот еще сильнее загрустил. На трибуне Шуринджа и Лисюэ переглянулись. Хотя спринтеры еще не прошли поворот, результат был очевиден. Юэджа получил последний билет на азиатские игры. Глава 199. Подготовка к эстафете. 20.71 секунды. Юэджа снова добился большого прогресса и превзошел мои ожидания. Отличная работа, Дайли. Лисюэ был доволен Юэджа. Следующий тренировочный план Юэджа надо скорректировать, сказал Лисюэ. Необходимо добавить тренировки эстафеты. Дайли кивнул. Для спринтеров на азиатских играх эстафета 4х100 метров была одной из ведущих задач. Поэтому перед началом соревнований сборная собирала бегунов для специальной тренировки. В эстафете скорость не являлась ключевым фактором. Участие четырех самых быстрых спринтеров не гарантировало медаль. Длина круга на стандартной дорожке составляла 400 метров, 160 из которых были прямыми, а остальные 240 – поворотами. Из четырех бегунов в эстафете 400 метров первому и третьему приходилось каждый раз бежать поворот. Этим спортсменам необходимо было обладать блестящими навыками для его прохождения. Здесь особенно ценились спринтеры на 200 метров. Они владели техникой поворота, имели отличную скорость и взрывную силу, что позволяло им занять любое место среди четырех бегунов. От второго и четвертого участника умение проходить поворот не требовалось. Ли Сюи продолжил. Эстафета 400 метров обычно проводится только на крупных соревнованиях, поэтому у нас нет возможности практиковаться. Ты же видел когда-нибудь такую эстафету? Ли покачал головой. Нет. Но узнал о ней, когда учился в колледже. В основном там уделяли внимание обмену палочками. Расскажи мне, чему ты научился? Да или несколько секунд собирался с мыслями, а потом ответил. Прежде всего я изучил методы обмена палочками сверху вниз и топ-выбор. Топ-выбор требует, чтобы получатель вытянул руку назад и держал тело под углом от 40 до 50 градусов. Ладонь получателя должна быть обращена назад, пальцы естественно открыты, часть между большим и указательным пальцами смотрит вниз. Рука передающего бегуна должна быть над получателем. Преимущество этого метода в том, что и получением, и передачей легко управлять, а действия здесь естественны. Недостатком является то, что принимающий хватается за середину палочки. Если спортсмен не переложит ее в другую руку, то при передаче эстафеты следующему участнику он сможет взяться только за верхнюю часть снаряда, то есть велик риск уронить палочку, что может негативно повлиять на результат. Обмен сверху вниз предполагает, что получатель вытягивает руку назад, наклоняя тело под углом от 50 до 60 градусов. Запястье закручивается внутрь, ладонь вверх, пальцы открыты. Пространство между большим и указательным пальцами обращено назад. Передающий бегун помещает верхнюю часть палочки в руку принимающего. Преимущество этого метода заключается в том, что получающему легко начать ускорение, и сам процесс передачи более точен, но главным недостатком являются часто возникающие ошибки из-за чрезмерно напряженных движений мышц руки получателя. При передаче эстафеты первой и третьей участники бегут по внутренней стороне дорожки, а правой рукой передают эстафету в левую руку второго и четвертого. Второй бегун проходит по внешней стороне и пользуется левой рукой, чтобы передать эстафету в правую руку получателя. Лиссю кивнул. Ну, неплохо. Видимо, ты уделял много внимания учебе. В формальных играх мы в основном используем гибрид этих техник в зависимости от особенностей каждого бегуна. К примеру, на первом этапе не нужно думать о получении эстафеты, тут главная задача безопасно передать палочку второму. Четвертый бегун сосредоточен только на том, чтобы взять эстафету, так как после него некому ее принять. Что касается второго и третьего номера, то они получают и отдают палочку. Чтобы соответствовать различным потребностям, сэкономить время и уменьшить количество ошибок, второй и третий бегуны используют комбинированные методы передачи. Взгляд Лиссю и стал серьезным. Независимо от того, какой способ выбран, сотрудничество между спортсменами является решающим фактором. Любая ошибка приведет к провалу всей команды. Позволь мне привести тебе пример. До периода доминирования команды Ямайки, сильнейшей в эстафете была Америка. В течение длительного времени американцы получали большинство золотых медалей в этой дисциплине. Американская команда могла проиграть только в том случае, если роняла палочку во время забега. На мировых соревнованиях хороший обмен палочками занимает 0,1 секунды. Азиаты здесь не так конкурентоспособны, как остальные, поэтому успешная передача нам обходится в более чем 0,1, а иногда даже в 0,2 секунды. Лиссю и остановился, перебирая в своей голове воспоминания. Чуть позже он спросил. Ты помнишь азиатские игры, которые состоялись 8 лет назад? Какая команда выиграла золото в эстафете 4 х 100 метров? 8 лет назад ли был еще бедным замученным школьником, живущим в кромешном аду? Каждый день он просыпался с восходом солнца и ложился спать в полночь. Почти каждую минуту тратил на учебу. Откуда у него могло быть свободное время для просмотра азиатских игр? Да или сказал наугад. Может, японцы? Прежде чем западные азиаты заняли свое теперешнее место, японцы были королями бега на короткие дистанции в этой части света. Японцы правили азиатским миром спринтеров в течение 30 лет. И 8 лет назад завершился последний золотой век японцев. Однако нет, они не стали чемпионами, ответил Лисюэ. Значит, Саудовская Аравия? Саудовская Аравия была сильна в легкой атлетике, снова попробовал угадать ли. Лисюэ опять покачал головой. Иранцы, катарцы, подождите, в то время трюки с натурализацией еще не были в ходу. Как насчет кого-нибудь с Ближнего Востока? Или корейцы? Это же не может быть Северная Корея? Да или гадал снова и снова. Все страны, которые он упомянул, имели громкую спортивную славу в Азии. Тем не менее, Лисюэ качал головой снова и снова. Ты даже не представляешь, это был Таиланд, ответил Лисюэ. Таиланд? Я бы поверил, если бы они выиграли в тайском боксе, но эстафету 4 х 100 метров? Как это возможно? Да или поразился? Государства Южной Азии считались самыми слабыми в регионе, если речь шла о спорте. Здесь популярны были крикеты и некоторые виды командных игр. Местное население здесь не отличалось высокими спортивными способностями. Тем не менее, каждая страна Юго-Восточной Азии имела по крайней мере одну или две дисциплины, в которых ее представители были хороши. Например, Малайзия и Индонезия славились бадминтоном, Филиппины и Таиланд специализировались на боксе и так далее. Но в легкой атлетике Юго-Восточная Азия всегда стояла в сторонке. Поэтому, услышав, что Таиланд выиграл чемпионат на азиатских играх, Ли был ошарашен. Тренер Сюэ, это были азиатские игры, как Таиланд мог выиграть чемпионат. Что, все сильные команды отсутствовали, или все они совершили ошибки? Таиланд столкнулся со слабыми соперниками, не мог поверить Дайли. Япония, Саудовская Аравия и наша команда участвовали и завершили забег, глядя прямо перед собой, как будто картина оживала в его памяти, сказал Ли Сюэ. Я лично привел команду и стал свидетелем того забега. Четыре японца достигли олимпийского уровня А, трое из них участвовали в олимпийских играх. Однако в Таиланде был лишь один олимпийский спортсмен уровня Б. Остальные трое не имели даже такого статуса. И все же Таиланд одержал победу благодаря командной работе. Тайцы сотрудничали слаженно. Когда спортсмены бежали, японцы всегда сокращали отставание, но после каждого обмена палочками Таиланд всегда увеличивал разрыв. Я до сих пор помню болезненный видок японской козырной карты Сасаки Акиты, когда он пересек финишную черту. Он был способен участвовать в полуфинале на олимпийских играх и считался лучшим азиатским спринтером, но все же занял лишь второе место в эстафете на тех азиатских играх. Услышав эту историю, Дайли не мог в это поверить. В спринте на 100 метров олимпийский стандарт уровня А составлял 10-21 секунды, а для уровня В – 10-28 секунды. Это означало, что между спринтерами уровня Аев имелась разница в 0-7 секунды. Сасаки Акита считался самым быстрым азиатом, так как его результат был близок к 10 секундам. Лучшее время других японских спортсменов колебалось около отметки в 10-10 секунды. Однако в Таиланде был только один спортсмен уровня В – это значило, что каждый тайский бегун отставал примерно на 0-2 секунды от японца. Тот факт, что Таиланд выиграл золото, доказал, что тайцы оказались по крайней мере на 0-2 секунды быстрее японцев во время обмена палочками. Стоя рядом с Дейли, Лисю и заключил. Я воспользовался этим примером, чтобы рассказать тебе о важности командной работы в эстафете. А посему суть подготовки здесь заключается в развитии и укреплении сотрудничества внутри команды. Это и есть наша цель. Глава 200. Прибытие на азиатские игры. Остался месяц до начала азиатских игр. Национальная команда первой прибыла в город Синкау. Преимущество хозяев заключалось в том, что спортсмены уже находились в привычной обстановке. В каждом месте была своя манера поддерживать своих граждан. В древние времена, когда медицина была не развита, многие люди, которые путешествовали на большие расстояния, могли умереть в незнакомых местах. Тогда приходилось рисковать своей жизнью, чтобы добраться до другой провинции. Что касается спортсменов, выезжающих на соревнования, то для них самое главное – приспособиться к меняющимся условиям. После прибытия на новое место им нужно адаптироваться к климату, температуре, разнице во времени, еде, особенностям проживания и тому подобному. Участники соревнований должны были привыкнуть к новой обстановке и как можно быстрее освоиться, чтобы лучше выступить. Сборная прибыла в Синкау на месяц раньше остальных. Город Синкау находился в южной части страны, климат здесь значительно отличался от климата в Хуаджине. Кроме того, пища в Синкау была незнакомой для большинства северных спортсменов. И именно по этой причине команда прибыла сюда загодя. Группа спринтеров состояла из пяти участников. Сидзиян, Гахунни и Юэджа были новичками. Гахунни стал заменой в эстафете и не участвовал ни в одном из индивидуальных первенств. Сидзияна заявили на стометровый спринт, а Юэджа на двухсотметровку. Кроме того, Цзюньси и Зитаавы тоже входили в состав группы. Эти двое участвовали на последних олимпийских играх и являлись спортсменами высокого класса. Они вполне могли потягаться за медали. На этих азиатских играх они оба бежали на 100 и 200 метров. Сидзиян и Гахунни находились здесь в основном ради опыта. Они представляли будущие команды. Юэджа стал третьим участником спринта на 200 метров, так как сборная не очень-то в него верила. Задачу завоевать медаль ставили перед Цзюньси и Зитаавым. В течение этого месяца помимо регулярных тренировок команда спринтеров в основном сосредоточилась на тренировках эстафеты. Не только Гахунни пришлось упражняться в этой дисциплине. Сидзиян и Юэджа тоже составили ему компанию. Дайли не проморгал свой шанс и поместил всех подопечных в тренировочный лист, чтобы получить халявный опыт для себя. За 4-5 дней до азиатских игр стали постепенно прибывать иностранные команды. Время главных спортивных событий приближалось. На тренировочной площадке скоро должны были начаться предварительные соревнования мужского спринта на 100 метров. Поскольку многим спринтерам приходилось участвовать в забеге на 200 метров тоже, чтобы уменьшить психологическое давление на спортсменов и их физическую усталость. Спринт на 100 метров и 200 метров к были запланированы отдельно. Эстафета становилась заключительным этапом легкоатлетических соревнований. В спринте на 100 метров готовились выступить Дзюньсе, Зитаавы и Сидзиян. Первые двое уже побывали на Олимпиаде, хотя ничего и не достигли там, но все же получили опыт участия в крупных соревнованиях. Когда они стояли на площадке, то выглядели расслабленными. А Сидзиян оказался впервые на международном первенстве. И неудивительно было, что он волновался. К счастью, прохождение предварительного этапа не составило для Сидзияна труда. Уровень азиатской легкой атлетики в целом был слишком низким, многие участники здесь это доказали. В таких странах, как Тиморлишти и Мальдивы, спринтеры были любителями, полупрофессионалами или просто энтузиастами. Тренеры сборной концентрировались на сильных конкурентах. Лиссия указал на черного спортсмена и представил его ли. Этот парень – Кларк из Катара. Он сейчас самый быстрый азиат. Дайли направил свой взор в его сторону и узрел невысокого черного спортсмена. Его рост был около 1,6 метра. Он не выглядел слишком опасным соперником и казался старпером. На вид ему было за 40, однако, согласно официальной информации, его возраст был 30 лет. Кларк родился в Кении, затем получил гражданство в Катаре. Два года спустя он подарил Катару свой первый азиатский чемпионат. Еще через два года ему удалось установить новый рекорд для Азии. Он стал первым азиатом, который пробежал стометровку менее чем за 10 секунд. Успех Кларка привел к тому, что многие стали получать гражданство в Западной Азии. Такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн принимали спортсменов из Африки. Поэтому на сегодняшних азиатских играх можно было увидеть большое число темнокожих атлетов. Лисюя указал на другую сторону и сказал, это японцы. Видишь того тренера, чьи волосы аккуратно прилизаны. Он был королем азиатского спринта. Это Сасаки Акито. По сравнению с Кларком, Сасаки Акито был больше знаком Дайли. Он олицетворял эпоху азиатских бегунов. Япония правила азиатским миром спринтеров около 30 лет, это стало ее золотым веком. Сасаки Акито бегал в то время. После своей отставки он стал тренером японской команды спринтеров и вернулся на азиатские игры. Лисюи продолжил. Видишь молодого парня рядом с Сасаки Акито и с обрезанными волосами? Он одаренный спринтер Одошоки. Ему 20 лет. Однажды в старшей школе он пробежался за 9,97 секунды. Хоть он и бежал против ветра, а его рекорд не засчитали, он все-таки сумел поразить японский спортивный мир. Одошоки считается будущим японского спринта. В свои 20 лет он уже имеет богатый опыт. В прошлом году на соревнованиях и Афвасаки он встал на дорожку с лучшими спринтерами мира. С лучшими спринтерами мира? Он стал худшим из всех? Дайли улыбнулся. Нет, он был предпоследним, ответил Лисюи. Кто-то не смог превзойти его. С удивлением спросил ли. Один спортсмен совершил фальстарт и был наказан за нарушение правил. Шоки повезло. Лисюи добавил. Сидзиян всего на несколько месяцев младше Одошоки, так что они, должно быть, станут соперниками. Но сейчас у Одошоки куда больше преимуществ и опыта, чем у Сидзияна. Японцы любят пестовать спортсменов и растить вундеркиндов, отправляя группу подростков на международные соревнования, чтобы конкурировать с 20-летними взрослыми, которые находятся на пике своих способностей. Как только малыши выигрывают игру или две, СМИ начинают вовсю трубить о новых сенсациях. Но стоит этим гением вырасти, они становятся никому не нужны, пожаловался ли. Это в характере японцев. Они любят делать ставку на будущее. Однако спорт требует, чтобы атлеты росли шаг за шагом. Никто не может превратиться в супермена за одну ночь. Хоть юные дарования и выигрывают сначала, но зато лишают себя будущего. Вздохнул Лисюя. Да или просканировал детектором Одошоки. Одо в спринте на 100 метров имелся талант уровня B, что было неплохо, но намного ниже, чем у Сидзияна. Тем не менее, способности японца оказались довольно высоки и превосходили таковые у Сидзияна. Ли знал, что такие результаты можно накопить со временем за счет ресурсов. Япония являлась островным государством, но она также считалась второй страной в мире по уровню экономического развития. Японцы имели намного больше высококачественных ресурсов для спортивной подготовки. Поэтому у Одошоки были такие способности. На самом деле, многие японские спортсмены имели схожие характеристики. Когда они были молоды, их считали гениями, которых можно увидеть лишь раз в столетие. И от них ожидали, что те станут будущими чемпионами мира. Опередив своих сверстников в различных областях. Однако, когда они вырастали, то становились обычными и уже проигрывали другими на соревнованиях. Внезапно зрители разочарованно вздохнули. Что? Что случилось? Да или огляделся. Он издалека увидел, что кому-то потребовалась помощь, чтобы покинуть песочницу для прыжков в длину. По цвету униформы прыгун казался спортсменом сборной. Наш парень получил травму. Пробормотал ли? Внезапно зазвонил телефон Лисюэ. Когда тренер поднял трубку, его лицо сразу же побледнело. У мужчин в финале прыжков в длину на второй попытке Хай Цуань Фан подвернул лодыжку. «Мне нужно сходить и проверить его», – поспешно сказал Лисюэ, двигаясь в направлении пострадавшего. «Я с вами, да или без колебаний пошел вместе с Лисюэ». Глава 201. Настойчивый. Когда да или прибыл, Хай Цуань Фан уже лежал около площадки. Прыгун снял обувь. Врач команды сидел рядом и осматривал его ногу. «Насколько все плохо?» – нетерпеливо спросил Лисюэ. Доктор поднял глаза и сказал, предварительный осмотр не выявил никаких переломов, и суставы тоже в порядке, однако, безусловно, налицо мышечный спазм. Что касается связок, я не уверен. Это не похоже на серьезный разрыв. Смею предположить, что это максимум растяжения. И предлагаю немедленно провести эмирты. Если со связками все в порядке, то 2-3 дня ему просто следует избегать физических нагрузок, тогда он выздоровеет. Услышав, что кости и суставы Хайцуаньфана целы, Лисюэ почувствовал облегчение. Главный тренер по прыжкам в длину, все это время стоявший рядом, спросил у него, стоит ли нам отправлять Хайцуаньфана в больницу прямо сейчас. Ты еще спрашиваешь, чего же вы все ждете в больницу? Немедленно, возмутился Лисюэ. Главный тренер команды по прыжкам в длину был подчиненным Лисюэ уже более 10 лет. Лисюэ сам повысил его в должности, поэтому не особенно церемонился с ним в этот раз. Но Хайцуаньфан не хочет в больницу, он хочет вернуться на площадку, возразил тренер. Разве может он вернуться на площадку в таком состоянии? Рявкнул Лисюэ. Своим тоном и мрачным видом он смахивал на монстра. Нынешняя ситуация складывается в нашу пользу, потому Хайцуаньфан и не желает сдаваться. Главный тренер по прыжкам в длину сделал паузу и продолжил. Честно говоря, я тоже не хочу упустить этот шанс. Жаль было бы бросить все именно сейчас. Что ты хочешь этим сказать? Спросил Лисюэ. Во время первой попытки результат Хайцуаньфана составил 7,87 метра, что позволило ему занять первое место. Этот результат может гарантировать нам вхождение в восьмерку сильнейших. Когда тренер по прыжкам в длину говорил, он смотрел на табло. Во время второй попытки пока никто не смог превзойти Хайцуаньфана. Третья попытка идет прямо сейчас, а Хайцуаньфан по-прежнему на первом месте. Лисюэ нахмурил брови и задумался. Хотя с 7,87 метра невозможно было выиграть азиатские игры, однако они все равно оставались неплохим результатом. Спортсмен, который сумел достичь такого уровня в своей первой попытке, обычно старался выбрать более рискованную технику в следующих пяти прыжках, чтобы преодолеть рубеж в восемь метров. А уже восьмиметровый результат мог обеспечить медаль на азиатских играх. Пришло время третьей попытки Хайцуаньфана, сказал официальный представитель игр. Мы пропустим ее, без колебаний ответил главный тренер по прыжкам в длину. Он взглянул на Лисюэ. Было совершенно очевидно, что тренер ждал окончательного решения от него. Просто отправь Хайцуаньфана в больницу. Вынес Лисюэ свой вердикт. Нет, я хочу продолжить. Внезапно громко вмешался в их разговор Хайцуаньфан. Лисюэ подошел ближе и попытался убедить спортсмена. Хайцуаньфан, насколько я помню, через два месяца тебе исполнится восемнадцать. Ты еще так молод, у тебя будет еще уйма возможностей. Тебе ничто не помешает посетить следующие два или даже три азиатских чемпионата. Более того, ты очень талантлив, поэтому обязательно примешь участие в международных соревнованиях. Бриллиантовая лига АФ, чемпионат мира по легкой атлетике и Олимпийские игры. Все они не за горами, а это всего лишь азиатские игры. Не нужно так сильно давить на себя. Секундное сомнение мелькнуло в глазах Хайцуаньфана, но он все же отрицательно покачал головой. Тренер Сюэ, я хочу продолжить. Это моя игра, я должен выдержать. За меня многие болеют. Я верю, что смогу прыгнуть. В словах Хайцуаньфана читалась решимость. Хайцуань, на этот раз мы на своем поле, тебе не придется переживать по поводу того, что ты кого-то подведешь. Ты пропустишь игру из-за травмы, и не только мы это понимаем, но и зрители тоже. Кроме того, сегодня ты отступишь на время лишь для того, чтобы в будущем достичь еще больших вершин. Ли Сюэ продолжил убеждать Хайцуаньфана. Но я хочу победить. Ли Сюэ беспомощно вздохнул. Как тренер с многолетним опытом, он мог понять, что чувствовал Хайцуаньфан. Тем не менее Ли Сюэ сделал новую попытку повлиять на решение спортсмена. У тебя травма. В текущем состоянии, даже если вернешься на площадку, ты вряд ли добьешься хорошего результата. А если опять получишь травму, то только усугубишь положение. Твоя профессиональная карьера может закончиться, так и не начавшись. Третья попытка подошла к концу. Что касается двух других спортсменов нашей команды, то Юли сейчас на четвертом месте, а Дзин Руйлю на седьмом. Только один участник пропустил третью попытку. Он достаточно слабый, поэтому даже если вдруг у него будет хороший результат, то Юли и Дзин Руйлю смогут войти в восьмерку лучших. Шепнул Ли Сюэ тренер по прыжкам в длину. Очень хорошо. Ли Сюэ удовлетворительно кивнул головой. А я? Я все еще лучший. Поинтересовался Хай Цуань Фан. Тренер мгновение помедлил, но в конце концов сказал. На данный момент твой результат 7,87 метра по-прежнему первый. Тренер Сюэ, я хочу на площадку. Прошу. Оперевшись руками о землю, Хай Цуань Фан попытался встать. Его глаза пылали желанием победить. Выражение сожаления можно было прочесть на лице Ли Сюэ. Сейчас Хай Цуань Фан находился в довольно выгодном положении. Первые три попытки уже закончились, однако прыгун все еще оставался впереди всех. Согласно правилам, Хай Цуань Фан мог оставшиеся три раза прыгнуть хуже, по при этом выиграть. Если никто не покажет лучшего результата, победа останется за Хай Цуань Фаном. Мысль промелькнула в голове Ли Сюэ, однако он понимал, что это практически невозможно. Ведь в азиатских играх принимали участие элитные спортсмены со всего региона, включая иностранных легионеров из стран Западной Азии. Выиграть чемпионат с результатом в 7,87 метра при таком раскладе становилось просто невыполнимой задачей. Тренер, пожалуйста, дайте мне шанс. Пожалуйста. Всего один прыжок. Хай Цуань Фан продолжал умолять Ли Сюэ. В этот момент решил высказаться. Да или? Тренер, просто дайте ему шанс. И ты тут? Ли Сюэ вопросительно взглянул на ли. Его травма может оказаться серьезной. Как он вернется на площадку в таком состоянии? Тренер. Я работал с Хай Цуань Фаном, когда он был в молодежной команде. Меня тоже беспокоит его травма, сказал Дайли, однако он довольно упрямый. Он никогда не остановится на пути к своей цели. Так что просто позвольте ему сделать еще прыжок. А насчет травмы? Если ему станет хуже? Спросил в ответ Ли Сюэ. Да или немедленно отреагировал. Для начала разрешите мне сделать ему массаж, чтобы облегчить боль. Если травма легкая, после этого он сможет еще раз прыгнуть. Глава 202. Подожди. Согласно диагнозу врача, кости и суставы Хай Цуань Фана остались целыми. В худшем случае имелось растяжение связок. В лучшем, просто мышечный спазм. Поэтому Дайли вызвался сделать массаж Хай Цуань Фану. Если бы травма Хай Цуань Фана оказалась тяжелой, Дайли бы не рискнул вмешиваться. Реабилитационный массаж Ли не смог бы вылечить действительно серьезную травму, однако он весьма благоприятно влиял на процесс восстановления спортсмена. Независимо от того, было ли это растяжение связок или обычное мышечное напряжение, эффективность такого метода в подобной ситуации не вызывала сомнений. По крайней мере, уменьшились бы болевые ощущения. Вместе с эффектом от обезболивающего спрея эти манипуляции дали бы Хай Цуань Фану возможность прыгнуть еще разок. Ли Сюэ тоже знал, что как массажист Дайли был хорош. До этого Ли помогал спортсменам сборной, которые страдали от растяжения связок. Его лечение давало хороший результат. Дайли, ты успеешь? Каковы шансы? Ли Сюэ не мог не спросить. Не уверен в полном успехе, но хотя бы попробую. Ли присел рядом с Хай Цуань Фаном и сказал Ли Сюэ. Тренер, пожалуйста, тяните время, сколько сможете. Без колебаний Ли Сюэ достал мобильный телефон и набрал номер директор Чинь Я Ли Сюэ из команды по легкой атлетике. Из-за одного инцидента нам нужна ваша помощь. Необходимо дополнительное время до финала прыжков в длину. Да, просто задержите его ненадолго. Раз мы хозяева, отложить выступление не составит особого труда. Так ведь? Мгновение спустя Ли Сюэ повесил трубку и сказал Дайли. Третья попытка только-только закончилась. Последовательность выхода спортсменов на площадку изменит в зависимости от результатов. У тебя есть 15 минут и ни секунды больше. После трех попыток одни прыгуны остались довольны результатами, другие выглядели расстроенными. Счастливыми были, естественно, 8 лучших участников, а печальными 4 спортсмена, которые выбыли из числа претендентов на победу. В первую восьмерку вошли три китайских прыгуна. Кроме них туда также попали три представителя Саудовской Аравии. Поэтому оставшиеся попытки становились соревнованием преимущественно между участниками этих двух стран. В зоне подготовки спортсменов из Саудовской Аравии участник Сарда был сильно встревожен. Почему так медлит с четвертой попыткой? Им нужно всего лишь изменить последовательность выхода. Почему они тянут резину? Пожаловался Сарда. Главный тренер сборной Саудовской Аравии сразу уже утешил его. Сарда, успокойся. Игра вот-вот должна начаться. Я жду уже больше 10 минут. Сейчас я второй. Я подвину парня с первого места за эти три прыжка. Разве я могу проиграть какому-то неизвестному выскочке? Сарда родился в Марокко, африканской стране, где доминировало арабское население. Из-за идентичности религии и культуры многие страны Ближнего Востока давали гражданство талантливым марокканцам. Сарда считался одним из лучших спортсменов и мигрантов. На последних азиатских играх для команды Саудовской Аравии он завоевал золотую медаль. Сегодня он был полон решимости защитить свой титул. Общая физическая форма и подготовка позволяли Сарда рассчитывать на победу. Результат в 8 метров казался для него пустяком. Возможно, из-за своего непреодолимого стремления к победе, Сарда выбрал рискованную технику в своих первых попытках, среди которых лишь один прыжок стал успешным, два других потерпели неудачу. Однако его результат составил 7,85 метра, второе место в общем зачете. Конечно, Сарда не был доволен таким положением дел, ведь он хотел выиграть чемпионат, разгромив соперников. Чего он не ожидал, так это появление Хайцуаньфана, разрушившего этот план. Что еще важнее, Хайцуаньфан был неизвестным новичком на международных соревнованиях. Как мог Сарда продуть начинающему спортсмену? По этой причине Сарда с нетерпением ждал финала. Он планировал набрать очки, которых хватило бы для победы в чемпионате. Он ненавидел быть вторым, особенно позади Хайцуаньфана. Тренер сборной Саудовской Аравии, находившийся рядом, обратился к своему спортсмену. Сарда, умерь свой пыл. Рано или поздно чемпионат станет твоим. Парень, который занимает первое место, во второй попытке схлопотал травму. Он пропустил свою третью попытку, а это значит, что положение серьезное, вряд ли он вернется на площадку. Думаю, он продолжит сливать оставшиеся у него попытки. Игра до сих пор не началась. Возможно, ее отложили, чтобы выиграть время для его лечения. Сарда многое повидал на своем веку, поэтому сразу понял, что здесь происходит. Я говорил с судьей, и он сказал мне, что игру отложили на 15 минут из-за телевизионной трансляции, пояснил тренер суперкоманды Саудовской Аравии. Это вполне нормально. Организаторы всегда учитывают пожелания своих спонсоров. Даже в суперкубке есть рекламные паузы. Кроме того, речь идет всего лишь о 15 минутах. Ты считаешь, что они успеют за такой короткий срок поднять его на ноги? Если бы они смогли что-то сделать, этот парень не пропустил бы свою третью попытку. 15 минут пролетели незаметно. Началась четвертая попытка. Ну, как у вас? Тревожно спросил Лисюэ. Еще подождите, да или все еще делал реабилитационный массаж Хайцуаньфану. Но четвертая попытка уже началась. На хмуре в брови Лисюэ наблюдал за спортсменами, которые готовились в зоне ожидания. Четвертую попытку нужно пропустить. Решительно сказал ли? Лисюэ промолчал, потому что пришло время Дзинруйлю, другого спортсмена из сборной, прыгнуть. Дзинруйлю взмыл в воздух, а когда он приземлился, его пятки очутились прямо на отметке в 8 метров. 8 метров. Дзинруй. Молодчина. Лисюэ взволнованно сжал кулаки. Хайцуаньфан еще сильнее встревожился. Новый лучший результат вынуждал его как можно скорее вернуться на площадку. Спокойствие, только спокойствие. Сделай глубокий вдох, сказал ли? Хайцуаньфан прислушался к указаниям. Дайли скорректировал свое дыхание, пытаясь подавить беспокойство. Мубарах, Саудовская Аравия, 7,92 метра. Эмир, Катар, 7,98 метра. Спортсмены начали делать все возможные на четвертой попытке, и это отразилось на их результатах, они значительно улучшились. Наконец, Сарда, чемпион по прыжкам в длину последних азиатских игр. На площадке приготовился к старту. Сейчас самый лучший результат 8,02 метра. Мне хватит даже 8-10 метра, чтобы обеспечить себе победу. Сделав глубокий вдох, прыгун начал свой разбег. Ха. С криком Сарда поднялся высоко в воздух и завершил движение на лету, прежде чем приземлился в песочницу. Он перепрыгнул восьмиметровую отметку. Лисю и почувствовал, как сердце замерло в груди. Официальный результат. 8,11 метра. С 8,11 метра можно и чемпионат выиграть. Конечно, это же Сарда. Он способен защитить свой титул. Сарда покинул площадку в приподнятом настроении. Теперь он на первом месте, и отрыв был довольно большой. В Азии лишь несколько спортсменов могли достичь такого результата. Увидев официальные цифры, 8,11 метра, Хай Цуань Фан попытался встать, но его ноги плотно прижал к себе Дайли. Подожди. Ты пропустил свою четвертую попытку. Дайли серьезно посмотрел на Хай Цуань Фана. Сейчас у тебя остался последний шанс, так что тебе придется подождать, когда твоя нога восстановится. Хай Цуань Фан стиснул зубы и снова сел на место. Тренер сборной Саудовской Аравии улыбался. Сарда, я же говорил, что паренек не вернется на площадку. Он заставил меня понервничать. Я думал, он темная лошадка. Лицо Сарда вспыхнуло. Ладно, Сарда, теперь ты первый. У тебя будет больше преимуществ во время следующих попыток. Тебе надо постараться прыгнуть получше. Я верю, что этот чемпионат твой. Глава 203. Лети. Пропустим пятую попытку. Сказал Дайли, не поднимая головы. Хай Цуань Фан сжал зубы и сдержал желание вернуться на площадку. Если бы незнакомый ему тренер попросил его подождать, то через чуру прямый Хай Цуань Фан уже давно бы послал такого советчика. Тем не менее это говорил ему Дайли, первый наставник, который помог ему стать профессиональным спортсменом. Из-за почтения и уважения к нему Хай Цуань Фану приходилось сдерживаться. Хай Цуань, я до сих пор помню, когда мы впервые встретились, ты сказал, что тебе нравятся прыжки в длину и ощущение полета, проговорил Дайли, подняв голову. Теперь ты достиг цели. Ты – профессиональный прыгун в длину, и тебя взяли в сборную. Ты тренируешься каждый день. Тебе это не наскучило? Хай Цуань Фан задумался и ответил. Иногда от ежедневных прыжков порой становится скучно. Однако в сборной не я один такой. Да, в сборной все пашут, все стремятся к победам. Ли сделал паузу и спросил. Хай Цуань, хочешь стать чемпионом? А как же? Ответил без колебаний Хай Цуань Фан. Почему? Дайли продолжил спрашивать. Хай Цуань Фан анимел. Он не смог ответить на вопрос, потому что никогда не задумывался о том, зачем ему нужен этот титул. У тебя нет ответа? Ли изменил тему. Помнишь молодежный чемпионат провинции? Ты победил Ганьяна на последней попытке и выиграл золото. Как тебе то чувство? Сейчас у тебя снова остался последний прыжок, а твой соперник выбился в лидеры, как и на том молодежном чемпионате, да или остановил свой массаж. Тебе нравится ощущение полета, но ты должен получать больше удовольствия от чувства выполненного долга, который приходит после победы над твоими соперниками. Подумай об этом. Когда ты побеждал сильных противников один за другим, что ты чувствовал? Ощущал ли ты невыразимую радость, стоя на вершине подиума? Иногда для победы не нужен повод. Сказав это, Ли взял обезболивающий спрей и распылил лекарство на ногу Хайцуаньфана. Ладно, готовься к последнему прыжку. Иди и одолей своего соперника. Да или помог Хайцуаньфану встать и посмотрел ему вслед. Иди и лети. Пробормотал про себя ли? Сарда стоял в зоне разбега в шестой раз. Он выглядел расслабленным и взволнованным. Он хотел казаться серьезным, однако у него никак не получалось скрыть свою радость. Результат Сарда в 8-11 метров все еще стоял на первом месте. Шесть оставшихся участников не смогли превзойти его. Сарда считал, что золотая медаль была уже у него в кармане. Что касается Хайцуаньфана, который шел последним, Сарда уже забыл о нем. Из-за трех пропущенных им попыток Сарда посчитал, что тот уже сдулся. Завершив этот прыжок, я стану чемпионом. Сарда глубоко вздохнул, сконцентрировался и начал разбег. Взлет, полет, приземление. Сарда закончил все движения одним махом и устойчиво приземлился на 8-метровой отметке. Хотя этот прыжок и не превзошел его лучший результат, он все равно стал успешным. Сарда поднял руки в знак успеха, когда покинул песочницу. В это же время трибуны взорвались оглушительными возгласами. Спасибо вам. Спасибо вам всем. Сарда был очень счастлив. Он не ожидал, что публика будет так восторженно поздравлять его с победой. На лице Сарда сияла улыбка победителя. Он помахал рукой трибунам и сделал красивый жест, чтобы фотографы могли его запечатлеть. Однако, к удивлению Сарда, все репортеры до сих пор находились в зоне подготовки, и никто не подошел к нему. Это вопиющий непрофессионализм. Разве они не знают, должны сфотографировать чемпиона и взять у него интервью? Посетовал про себя Сарда, а затем обернулся, чтобы помахать трибунам с другой стороны. Однако, когда он повернул голову, то увидел другого спортсмена, стоящего в зоне разбега. Это он тот парень, который получил травму на второй попытке. Как он сумел вернуться на площадку? Выражение лица спортсмена внезапно изменилось. В тот момент Сарда, наконец, осознал причину громких возгласов и аплодисментов, которыми разразились трибуны. Зрители праздновали не его победу, а возвращение своего соотечественника на площадку. Журналистов не было поблизости, потому что игра еще не закончилась. Ты вернулся, и что с того? Осталась одна попытка, а у тебя травма. Без шансов, Сарда презрительно скривил губы. Возвращение травмированного спортсмена, слегка прихрамывающего при ходьбе, заслужило аплодисменты зрителей и оглушительные возгласы местных болельщиков. Стоя на дорожке зоны разбега, Хайцуаньфана чуть не оглох от восторженного шума. В этот момент он почувствовал на себе ответственность. Они приветствуют меня. Они меня подбадривают. Хайцуаньфан остановил взгляд на табло. Результат 8-11 метров в самом верху сразу же бросился в глаза. Чувство выполненного долга приходит от поражения соперников. Хайцуаньфан неожиданно ощутил, что его сердце билось чаще в предвкушении схватки с сильным противником. Мне удалось вернуться на площадку. Я должен превзойти его, превзойти всех. Решимость ясно читалась на лице Хайцуаньфана. Он начал свой разбег, полностью игнорируя травму ноги. На самом деле в тот момент Хайцуаньфан просто забыл о своей травме. Его нога наступила на взлетную линию, и, когда судья поднял белый флаг, прыгун взмыл в воздух. Хайцуаньфан использовал все свои силы в этом прыжке. Он летел, как птица. Просто лети. Снова сказал про себя Дайли с надеждой. Десятки тысяч глаз в этот миг сосредоточились на Хайцуаньфане. Однако все, что видел он сам, было голубое небо. Небо такое красивое. Внезапно волнение отступило и вернулось чувство полета. Самое желанное, самое любимое для Хайцуаньфана. В следующий момент он заметил уголком глаза восьмиметровую линию рядом с песочницей. Я пролечу ее. Это было единственное желание, оставшееся в сердце прыгуна, когда он начал энергично вытягивать ноги вперед. Я могу лететь еще дальше. Хайцуаньфан поймал равновесие. Он старался держать свое тело в воздухе как можно дольше. Наконец, Хайцуаньфан приземлился, оставив четкий след на песке. Какой результат? Все тренеры сборной вытянули шеи и посмотрели на след. Это больше 8-10 метра. У него есть шанс. Крикнул первым тренер прыгунов в длину. Вскоре официальный представитель игр объявил результат. Хайцуаньфан в последней попытке прыгнул на 8-13 метра. 8-13 метров. Мы победили. Мы выиграли. Хайцуань смог. Его последний прыжок все равно, что гол на последней секунде матча. Забил на последней секунде. Эта мысль тоже возникла в голове Усарда. Он не мог поверить в то, что произошло у него на глазах. Минуту назад он уже праздновал победу, но теперь его золотая медаль превратилась в серебряную. Хайцуаньфан смотрел на табло рядом с площадкой. Результат изменили с 8-11 на 8-13 метра. Тренер ли был прав? После победы над соперником в душе рождается чувство выполненного долга. И оно великолепно. Глава 204. Причина, по которой я не могу проиграть. После первой попытки Хайцуаньфан оказался лучшим. Он получил травму во втором прыжке и следующие три пропустил. Однако ему все же удалось выиграть чемпионат броском на последней секунде. Для Хайцуаньфана завоевать золотую медаль в таком состоянии было чем-то невероятным. После церемонии награждения Хайцуаньфана тотчас отправили в больницу, чтобы поставить диагноз. Итоговый результат обследования успокоил сборную. У Хайцуаньфана обнаружили лишь мышечный спазм, а это значило, что после трех или четырех дней отдыха спортсмен полностью восстановится. Азиатские игры продолжались. Следующим крупным событием в легкоатлетических дисциплинах стал спринт на 100 метров. Финал спринта на 100 метров обещал быть захватывающим. Два участника из сборной, Цзюньси и Сидзиян, вошли в финал. Зитаовой не повезло. Его нокаутировали в группе смерти на предыдущем этапе. В противном случае он определенно попал бы в финал, воскликнул Лисюэ, возмущаясь. Сборная была не так сильна, чтобы доминировать на дистанции 100 метров. Ода Шоке, звезда японской команды, считался главным фаворитом здесь. Его выступления во втором туре и полуфинале весьма впечатляли. Из Западной Азии легиона иммигрантов, кроме Кларка, который держал азиатский рекорд, и Онида. Еще один представитель Катара прошел в финал. Сарафа из Объединенных Арабских Эмиратов тоже оказался среди претендентов на титул чемпиона. Так, среди восьми спортсменов в финале трое оказались чернокожими бегунами из Африки. Сидзиян, ты на второй полосе. Слева от тебя будет Синь Лун Чинь из Сингапура, а справа – Ода Шоке, звезда из Японии. Дайли посмотрел на список спортсменов. Вторая полоса не самая лучшая, но все же неплохая. Синь Лун Чинь – ветеран. Он достиг олимпийского стандарта уровня бы и присутствовал на последних олимпийских играх. Что касается Ода Шоке, то он считается самым талантливым спринтером столетия. Вы одногодки с ним. В настоящее время он студент Токийского университета, похожий на тебя, ты ведь тоже. Гордость университета Цинхуа. Продолжил ли? Сидзиян внезапно нахмурился. Можно было заметить в его глазах вспышку отвращения. Дайли заметил изменения в настроении Сидзияна. Он улыбнулся и спросил, что не нравится Япония, с каких это порт и стал националистом. Лабораторию моего отца чуть не разрушили японцы, объяснил Сидзиян. Исследовательскому проекту, за который моему отцу присудили Нобелевскую премию, Токийский университет обещал предоставить финансирование в размере 3 миллионов долларов, но в обмен на это они хотели получить в свое полное распоряжение результаты научных изысканий. Это случилось больше 20 лет назад. Обменять результаты исследований на 3 миллиона долларов. Токийский университет хотел купить все засущие копейки. Ли не мог не возмутиться. Но тогда многие позарились на эти 3 миллиона долларов. Я имел в виду чиновников из некоторых департаментов. Они попросили моего отца принять условия Токийского университета, чтобы получить свою долю. Более того, валютные поступления в таком размере также можно было считать их служебным достижением. После паузы Сидзиян добавил. Однако мой отец отказался, оскорбив тех людей. После этого для лаборатории настали трудные времена. Финансирование урезали. Заявку на привлечение большего числа научных сотрудников отклонили, а материалы для экспериментов присвоили другие. Даже тянули несколько месяцев с оплатой коммунальных платежей. Ли вздохнул. Многие люди стремились урвать лакомый кусок побольше, руководствуясь только сиюминутным интересом, игнорируя более значимые выгоды в будущем. Исследования ценой в 3 миллиона долларов могли стать серьезным кушем для некоторых чиновников. Что касается Нобелевской премии, то до нее оставалось еще 10 лет, за которые много воды утекло бы. Кого-то повысили бы в должности, кого-то отправили бы на пенсию. Никто добровольно не взял бы на себя ответственность за продажу результатов исследований Нобелевского лауреата Токийскому университету, тем более, за такую низкую цену, да еще и 10-летней давности. Отказ Линьяна, очевидно, задел интересы этих людей, так что их месть не заставила себя долго ждать. Поэтому вычет средств, отказ в приеме на работу и хищение материалов для экспериментов были вполне предсказуемы. Сидзиян продолжил. К счастью, мой отец не сжег все мосты. Он скрыл некоторые важные результаты исследования и после отказа в финансировании обнародовал их, что произвело бурный всплеск в отрасли и привлекло внимание высшего руководства. Именно благодаря этому отцу удалось продолжить научную работу. Да или впервые слышал о подобных проблемах. Историю лауреата Нобелевской премии Линьяна уже давно описали в книгах и опубликовали в газетах. Ее даже включили в учебники. Тем не менее, вычет из фонда, отклонение заявления о наборе персонала и хищении материалов для экспериментов, недавно упомянутые Сидзияном, никогда не освещались в новостях. Такие вещи остались бы просто погребенными под пеплом истории, если бы о них не помнили заинтересованные стороны. Сидзиян не закончил. На самом деле это было лишь начало. Отцу требовалось приобрести современное оборудование, часть которого производили только в Японии. Поэтому Токийский университет попросил производителя отклонить заявку. Они хотели помешать исследованиям. Кроме того, Токийский университет потратил немало средств, чтобы переманить научный персонал из лаборатории моего отца, и даже заплатил работникам, которые раскрыли прессе результаты, полученные в ходе экспериментов. Ли мог понять отказ от продажи оборудования. Все торговые сделки основывались на договоренности покупателя и продавца. Покупка или продажа были делом добровольным. Если продавец решил сам понести убыток, покупателю просто пришлось бы смириться с этим. Более того, технологическая блокада западного мира против Китая не прекращалась уже более 50 лет, к чему Дайли уже успел привыкнуть. Нанять научных сотрудников, предлагая им хорошие деньги, тоже было приемлемым ходом. Как гласила старая поговорка, Человек тянется вверх. Все хотели для себя лучших условий, высокой зарплаты и перспективного будущего. Каждый рассчитывал получить больше ради собственной счастливой жизни. Невозможно заставить человека сделать выбор бескорыстно. Однако подкуп исследовательского персонала в целях кражи данных экспериментов выходил за рамки моральных норм. Иногда ради победы люди прибегали ко всем средствам, но такое поведение Токийского университета следовало считать преступлением. После долгих лет упорного труда отец зарегистрировал патент. Однако представители Токийского университета не захотели признавать свое поражение и подали риски в патентные суды европейских и американских стран с обвинениями в краже результатов их исследований. Несмотря на то, что в итоге дела были закрыты в нашу пользу, судебные разбирательства навредили репутации моего отца и даже повлияли на выбор Нобелевского комитета. Если бы японцы не подали в суд тогда, отец получил бы премию раньше на пять лет. Сказал Сидзи Ян с нотками обиды в голосе. Для людей, которые занимались научными изысканиями, пять лет не значили ровным счетом ничего. Однако для кандидатов на присуждение Нобелевской премии этот срок играл большую роль. Если бы Лин Ян пять лет назад стал ее лауреатом, он гораздо раньше укрепил бы свою позицию в академическом сообществе и поднял бы уровень достижения Китая на новую высоту. Он мог бы бороться за большее внимание инвесторов, укрепляя авторитет отечественной науки. Да и экономическую выгоду от денежного вознаграждения тоже никто не отменял. Да или спросил с волнением. Получается, это то до шоке для тебя и твоей семьи? Заклятый враг? Ты хочешь отомстить за своего отца в этом забеге? Сидзи Ян кивнул, в глазах его полыхала решимость. Я никогда не проиграю этому о до шоке. Я отомщу. Глава 205. Непредвиденное происшествие. Стоя перед стартовым блоком, спортсмен из Катара Кларк разминался, слегка скручивая суставы. Кларк родился в деревушке в Кении. В течение многих поколений его семья занималась крестьянским трудом и жила в основном за счет посевов маниоки. Маниока являлась распространенной культурой в тропической зоне, не нуждалась в хорошем уходе и давала обильный урожай каждый год даже без полива и удобрений, сохраняя высокую засухоустойчивость. У семьи Кларка было немало земли, поэтому голодная смерть никому из них не грозила. Старшее поколение вело довольно неторопливую жизнь. Двух кусочков маниоки хватало им на день. После еды они бездельничали или просто спали в тени деревьев. Только Кларку сидеть в деревне безвылазно не хотелось. Его не прельщала мысль всю жизнь оставаться крестьянином, однако в Кении почти не было ни промышленности, ни сферы услуг, а значит, и перспектив на будущее тоже. В результате Кларку пришлось заниматься спортом, как и многим другим кенийцам, для которых это стало одним из немногих способов изменить свою судьбу. Кларк выбрал бег на длинные дистанции, одну из самых сильных дисциплин для своей страны. Будучи мировой сверхдержавой в беге, Кения вырастила уже огромное количество чемпионов на этом поприще. Оказалось, однако, что Кларк не имел таланта в этом виде спорта, хотя его мощная взрывная сила и быстрые шаги были весьма впечатляющими. Поэтому юношу взял под свою опеку тренер команды спринтеров. С тех пор началась его новая карьера. Переключив все внимание на спринт, Кларк добился многого и вскоре стал национальным чемпионом. Именно в это время ему поступило предложение от Катара стать спортсменом-иммигрантом. Благодаря доходам от нефти и природного газа, показатель вывы по на душу населения Катара всегда оказывался в тройке мировых лидеров. Эта богатейшая страна могла стать прекрасным местом для заработка. Поэтому Кларк без колебаний принял гражданство. Он не был лучшим из лучших. Тем не менее Кларк мог в легкую победить азиатских спортсменов. После получения гражданства спринтер выиграл немало местных чемпионатов для Катара, в том числе взял золото на последних азиатских играх. Кларк получал приличные деньги от своих побед. Поскольку он стал спортсменом-иммигрантом, народ Катара не считал его героем. Однако материальные средства здесь никогда не были проблемой. Зарплата Кларка оставалась весьма высокой, не считая бонусов. Кларку было уже 30. Он вступил в позднюю стадию своей спринтерской карьеры. На самом деле Кларк считал, что ему уже больше 30. Его родители были неграмотными и не имели никакого образования. Им требовалось много времени на размышления, чтобы выполнить сложение и вычитание с числами в пределах 10. Поэтому возраст Кларка определили весьма приблизительно. Даже когда Кларк смотрелся в зеркало, он сам не верил, что ему только 30. Спортсмена поглотило чувство надвигающегося кризиса. Он стремился заработать как можно больше денег, чтобы после выхода в отставку жить комфортно. Это также служило причиной его частых выступлений на всех возможных соревнованиях за последние два года. Азиатские игры всегда оставались для него хорошим шансом заработать. Он выиграл последний чемпионат здесь, так что если бы сейчас мог защитить свой титул, Катар, безусловно, дал бы ему большой бонус. Кларк подумал об этом, наклонился и потер голень. Голень его находилась в плохом состоянии. Маленький спринтер с быстрым шагом, он уже заработал кучу травм за многие годы, не говоря уже о недавних спортивных турнирах, которые слишком часто посещал. Без достаточного отдыха его ноги были перегружены. После этих азиатских игр «Возьму себе отпуск», Кларк размышлял об этом, стоя на стартовой линии. Взглянув на соперников слева и справа, Кларк почувствовал себя увереннее. Среди этих противников был кто-то, кого он знал, и кто-то, кого он не знал. Но бегун не сомневался, что он единственный, чей результат здесь окажется меньше десяти секунд. Стартер сигнализировал спортсменам, чтобы те приготовились, затем поднял пистолет вверх. При звуке выстрела участники сорвались с места. Начал Кларк очень хорошо, он практически сразу взял на себя инициативу. Скорость шага у невысоких спринтеров всегда была большой. Такие спортсмены в начале забега обычно имели превосходство. Как правило, в первые 30 метров они возглавляли группу или, по крайней мере, не отставали. Кларк захватил лидерство. Сегодня он в отличной форме. Неудивительно, что в Азии он – спринтер номер один. Видимо, сегодня Кларк полон решимости защитить свой титул. Даже интересно, будет ли его время снова меньше десяти секунд. Когда люди восклицали, Кларк внезапно оступился и потерял равновесие. Что стряслось? Это неожиданное происшествие удивило всех, включая самого спортсмена. Нога. Кларк неожиданно почувствовал подергивание в правой голени. Этот вид недомогания, возможно, не вызвал бы падения, если бы человек шел, однако спортсмены бежали на очень большой скорости. Внезапное подергивание в голени резко заблокировало мышцы ноги, что было эквивалентно потере опоры. Удержать равновесие становилось в таком случае практически невыполнимой задачей. Ах, нет. Кларк пытался стабилизировать свое тело, но все было тщетно. Когда спринтер падал, он инстинктивно попытался за что-нибудь ухватиться. И тут ему под руку подвернулся кто-то, а именно, спортсмен из Катара Анида, земляк и сосед Кларка. Кларк оступился, мимоходом схватил Анида и мгновенно повис на нем. Анида мчал на большой скорости, поэтому тоже потерял равновесие и свалился. Анида и Анида, спортсмен из сборной, бежал рядом с Анида, когда внезапно почувствовал удар сбоку. Спринтер просто не успел уклониться от врезавшегося в него соседа, причем столкнулись они друг с другом коленями. Анида и Анида и Анида упали вперед одновременно. Они несли слишком быстро, поэтому даже несколько раз перевернулись. Ох, ох, ох. С трибуны раздались крики. Все изменилось в один момент. Прежде чем некоторые зрители поняли, что именно произошло, трое бегунов уже лежали на дорожке. Для спортсменов было вполне нормально сталкиваться друг с другом в беге на длинные дистанции, однако подобные ситуации в спринте на 100 метров случались крайне редко. Более того, это столкновение оказалось достаточно серьезным. Виновник сбил сразу трех участников. Если судить по уровню способностей, Кларку не было равных. Перед игрой он считался главным фаворитом в борьбе за золото чемпионата, однако сейчас бегун лежал на земле. Что касается Анида и Цзюньсе, которых зацепил Кларк, они тоже входили в число сильных участников. У обоих был шанс получить медаль. Спортсмены, претендовавшие на призовые места, выбыли из игры из-за столкновения, а это означало, что возникли три вакансии. Разрыв в силе между остальными участниками был невелик, поэтому результат забега стал непредсказуемым. Отлично! Сасаки Акито взволнованно потряс кулаками. Среди пяти оставшихся спортсменов на дорожке находились два участника из Японии. Более того, тройка лучших выбыла, так что у Ода Шоки появился шанс получить золотую медаль. Когда Сасаки Акито осознал это, он не мог не крикнуть. Давай, Ода! Глава 206. Борьба за отца. Лицо тренера команды из Катара выражало шок, разочарование, тревогу и беспомощность. Кларк, их козырная карта, внезапно упал и случайно сбил своего товарища. Все члены катарской команды слились в мгновение ока. Анида тоже был иммигрантом, чернокожим спортсменом из Африки. Не настолько силен, как Кларк. Он, будучи талантливым бегуном, все-таки имел заявку на медаль. Однако сейчас все надежды Катара на призовые места улетучились. Тренер команды этой страны чувствовал себя так, словно, присаживаясь, промахнулся между двумя стульями. Другим человеком, испытавшим похожую гамму переживаний, был Лисюэ. Цзюньсе, спринтер сборной, тоже выбыл из строя в результате несчастного случая. Цзюньсе достиг олимпийского стандарта уровня А, поэтому для него вероятность получить медаль на азиатских играх была очень высока. Лисюэ рассчитывал на призовое место для Цзюньсе в стометровке, но радужные ожидания рухнули с небес на землю в один момент. Зато тренер японской команды мгновенно воспрял духом. Сасаки Акита даже принялся громко аплодировать. На дорожке Ода Шоки не слышал аплодисменты Сасаки Акиты. Стадион гудел так громко, что он вообще не мог разобрать, что кричали люди. На самом деле, многие спринтеры во время забега старались не думать ни о чем, кроме конечной цели, только вперед. Спортсмены с большим опытом в соревнованиях обычно следили за положением своих соперников, обращали внимание на собственный темп и во время бега вносили технические коррективы. Но Ода Шоки знала произошедшим. Три спортсмена, которые сейчас рухнули, были достаточно сильны, чтобы выиграть медали, поэтому мчались быстрее остальных. Ода Шоки, бежавший за ними, стал свидетелем столкновения. Он понял сразу, что ему внезапно предоставилась возможность выиграть чемпионат. Чемпион азиатских игр. Этот титул мелькнул в голове Ода Шоки. Победа здесь была его целью в течение четырех лет, однако спринтер неожиданно обнаружил для себя, что может реализовать свою мечту прямо сейчас. Ода Шоки не мог не оглянуться. Сейчас по дорожке бежали пятеро. Разрыв был невелик, да и пространство между ними постоянно сокращалось. Определить победителя становилось непростым делом. Вровень с Ода слева мчался Седзиян. Не удивительно, что этот Седзиян смог войти в финал. Он действительно хорош. Но в Азии среди сверстников я лучший. Китаец на несколько месяцев меня младше. Мне он не ровня. Перед игрой Ода Шоки просмотрел информацию о других спортсменах, которые попали в финал. Он знал, что Седзиян на несколько месяцев его младше. Ода был чересчур уверен в себе. Причиной тому была лезть со стороны окружающих. Ода родился в Асаке, и его считали местным спортивным гением, когда он учился в старшей школе. В старших классах его даже превозносили как восходящую звезду спринта всей Японии. На втором курсе университета Ода преодолел дистанцию за 9,97 секунды, тогда ему помог сильный ветер. В тот момент он превратился в надежду японского спорта, а отечественные СМИ даже называли его будущим лучшим спринтером Азии. Со времени обучения в старшей школе до студенческой поры Ода продолжал носить титул гения. Кроме того, чтобы усовершенствовать его навыки, Япония отправляла его на многие международные соревнования. Ода даже имел возможность состязаться с лучшим спринтером мира. Хотя тот мощный черный парень каждый раз и заставлял его глотать пыль, навязчивые попытки тренеров запихнуть Ода в участники крупномасштабных соревнований дали юному спринтеру богатый опыт. По крайней мере, он считался лучшим среди молодых спортсменов Азии до 20 лет. В этот момент уверенный в своих силах Ода не сомневался, что сможет опередить Сидзияна на ближайших 10 метрах. Собрав волю в кулак, Сидзиян проигнорировал трех упавших бегунов. Единственное, чего ему хотелось, это победить Оду. Я никогда не проиграю этому японцу. Ради чести отца я должен победить. В тот момент образ отца возник в голове Сидзияна. Глубоко в душе Сидзиян всегда боготворил его. Хотя сын не последовал по стопам своего родителя и не стал великим ученым, он считал своего отца образцом для подражания. Когда Сидзиян думал о несправедливом обращении, с которым его отцу пришлось бороться в те далекие годы, его грудь распирала праведным гневом, а сердце пылало местью. Однако эти события случились давно, более 20 лет назад, поэтому уже не имели ничего общего сода. Кроме того, научные исследования и спорт относились к двум совершенно разным областям. Для Сидзияна, конечно, было ребячеством выплескивать свое негодование на Оду. Это чем-то напоминало поведение пустоголовых фанатов. Если бы их кумира кто-нибудь стал критиковать, они непременно встали бы на защиту предмета своего поклонения. Когда между группами поддержки двух идолов возникал спор, то завязывалась настоящая сумасшедшая стычка. Люди даже привыкли к физическому противостоянию болельщиков. Сейчас Сидзи выступал в роли заядлого поклонника Линьяна. Как его сын и самый близкий ему человек, Сидзи с детства жил в ореоле славы своего отца, лауреата Нобелевской премии. Такое слепое поклонение мало чем отличалось от почти религиозных убеждений фанатов. Интересно.